Айронпо 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 Джулипо И, конечно же, Оливия Линг Ее сегодня, к сожалению, нет в нашем зале, но я, конечно же, о ней расскажу Вы уже видели ее лексы по ТАРа По таро-расстановкам Вы видели ее лексо по руническим практикам Но она также является автором и нумерологических техник У нее есть блестящая техника, которая называется кристалл рода, и когда я ее увидела, у меня был абсолютный восторг, потому что благодаря этой технике можно увидеть очень далеко и глубоко родовые связи. Она также будет преподавать в нашем центре, это уникальная техника, аналогов нет, она авторская. Вы можете записаться на семинар, если вдруг вам это будет интересно. Хочу также представить еще одного автора, она объединила техники, которые мы преподаем в нашем институте по нумерологии, это первая, вторая, третья ступень нашего курса, но и ввиду того, что она является специалистом, высококлассным специалистом, врачом, имеющим лицензии, дипломы, научной степени и многое другое, хочу представить вам Аиду. Она у нас специализируется в большей степени на нумерологии здоровья, и завтра здесь же она будет читать лекцию бесплатную по нумерологии здоровья, по формуле здоровья. Сама формула является ее авторской техникой, и она основана на наших техниках нумерологических. Можно раскрыть очень-очень далеко, откуда начинаются болезни, причины возникновения болезни, как они протекают и чем это заканчивается. Ну, а если конец не очень приятный, то нужно понять, как это можно остановить. Вот об этом она будет рассказывать завтра на лекции, и, конечно же, будет проводить семинары по этой дисциплине в том числе. Напомню, что у нас в центре работает еще один уникальный специалист и автор. Это Инна Кузьменко, знаете, да, уже? Она у нас специалист по регрессу, и буквально совсем скоро начнутся ее семинары, она сможет показать вам и научить вас входить в регрессивное состояние, видеть свои прошлые жизни. У нас есть Галина Ранг, мастер по магии, есть Андрей Волевой, который также занимается целительством, арканологиями, другими дисциплинами. И наш центр в первую очередь специализируется на многоплановости. Это институт, институт эзотерики, абсолютно полноценный, где глубоко исследуются различные аспекты, и в том числе нумерологии, которой мы автором являемся, ну и, конечно же, другие разделы. Наша задача — объединить все эти дисциплины, чтобы показать вам, что все это одно и то же. Ну, а сегодня тема нашей лекции, она посвящена в первую очередь атомарной нумерологии. Даже наши магистры наверняка удивились, что это такое за фрукт, атомарная нумерология, да? А на самом деле истоки идут очень-очень-очень издалека. Атомарная нумерология — это и есть, по сути, сама как таковая нумерология. Так вот, когда мы в свое время изучали и познавали и, скажем так, из информационного поля брали эти формулы, тестировали и преподносили вам, мы сами на тот момент времени не понимали, что все это — это, естественно, закон подобия. Когда я сегодня буду раскрывать эту тему, вы увидите это собственными глазами. Но самое важное другое, что во всем мире существует множество версий, множество тезисов, каких-то доводов, домыслов. Есть даже фраза такая, что сколько людей — столько и мнений. Вы представляете, сколько информации хранится в нашем информационном поле? А истина, она одна. Истина происходит, а слово «исток», а значит, есть какой-то некий, единственный источник знаний, откуда истекают все эти базовые, порой небазовые различные мнения и варианты. Еще хотите положить? Нет, мне уже есть, спасибо. Да, просто хотела сказать, что сегодня я буду ссылаться на несколько книг наших. Они есть в этом магазине, в магазине «Белые облака», и вы сможете их здесь приобрести. Ну и что касается вот этого истока, каждый человек желает познать ту или иную систему мироздания, но их огромное количество. У каждого своя точка зрения и свое мнение. И когда вы находитесь в этом информационном потоке, у вас возникает ощущение, что как будто бы где-то есть истина, где-то ложь и так далее. Вы пытаетесь найти, возникают сомнения. И когда у вас возникает сомнение, вы останавливаетесь. Знаете, что является отличием истины от лжи? Есть только один критерий – доступность. Та информация, которая абсолютно доступна в интернете, в книгах, в каких-либо источниках, вы просто обсуждаете ее у себя в каких-то компаниях, и она доступна, она ложна. К сожалению, так в нашем мире. Потому что истинные знания, они очень-очень глубоко спрятаны. Они хранятся в масонских ложах, в закрытых библиотеках, в римских католических церквях и многое другое. И чтобы познать их, нужен только один способ – это истинные знания вашей души. Ведь, как говорится, знания – это воспоминания души. Раньше информация не была так скрыта. И когда вы выходите в регрессивное состояние, в медитативное состояние, вы видите источник этой знания. Почему? Вы были либо автором этих техник, либо вы когда-то их изучали. А значит, все хранится в вашей памяти, и вам нужно всего лишь навсего вспомнить. И для того, чтобы вспомнить, вам нужно развернуться против течения и начать сомневаться. И задавать вопросы, а правда это или нет. Сегодняшняя лекция, я пока только вступление, скажем так, говорю. Каждый шаг сегодняшней лекции – это разворот. И мы сегодня будем вращаться очень-очень много. Потому что я сегодня разбомблю все, что вы знаете, и об эзотерике, в принципе. Религию тоже. Химию тоже. Биологию. Историю. Мы даже затронем, вы не поверите, что английский язык. Я сегодня буду говорить на английском языке. Часть. Ну, буду переводить, конечно. И все только для того, чтобы развернуть вас назад и двинуть в сторону источника знаний. А если вам это будет интересно, дальше вы пойдете сами. А ключи вы получите сегодня. Как читать те самые знаки. И вот когда вы дойдете до той самой истины, скажите другим. Чтобы они тоже могли развернуться и пойти назад. Есть люди, которые рождены 13-го числа. Я их очень много говорю. Это люди Раху. Вот эти люди не просто двигаются всегда назад. Ну, скажем так, вопреки сложившись с теориям. У них есть силы и энергии, чтобы это все привносить людям. Но это не значит, что этих энергий нет у вас. Они наверняка есть. Просто нужно чуть-чуть посмелее идти навстречу этим знаниям. Я уже говорила, что существует всего лишь навсего шесть авторов по нумерологии. Я уже говорила, что все остальные это принтеры. И вы не поверите. А ведь существует очень много центров Альвасар. А сколько Джулипо я каждый раз вижу. То в Контактах, то в Вайбере. Где я только их не вижу. Разнообразие просто. Совершенно сплошное. Так вот, чтобы у вас не было каких-либо сомнений, я сейчас официально объявляю. Центров Альвасар всего один. И практически все представители центра, даже прилетели из Томска, из Минска, все они сегодня здесь. Я Джулипо одна, Айронпо одна, и у нас нет филиалов. И если я автор, я преподаю сама. Конечно, если мы в будущем будем готовить лекторов, а мы планируем готовить, то вы об этом официально узнаете. Ну а для принтеров хочу прочитать небольшое стихотворение Боротынского. Не подражай, своеобразен гений и собственным величием велик. Доратов ли, Шекспиров ли двойник? Не подражай, не любит повторений. Ну и мы начинаем. Итак, атомарная нумерология. Совсем недавно, где-то пару месяцев тому назад, мы консультировали одного химика. Он очень в возрасте, он профессор, и он с таким воодушевлением смотрел на то, что мы писали на бумаге, он будто бы радовался. А мы никак не могли понять, чему он радуется, карму рассматривая. Тень кармы смотрели, мы смотрели линейную диаграмму, а он такой веселый сидел. Я у него спрашиваю, а что вас так забавляет? Я ведь еще ничего такого хорошего или плохого не сказала. И тут он говорит, вот смотрите, вот эта формула, линейная диаграмма кармы, магистры уже понимают, включаются, да? Так вот, линейная диаграмма кармы, говорит, это молекулы глюкозы. Да ну, говорю я. Он говорит, ну вот посмотри, мы открыли Янекс, да, действительно, линейная диаграмма кармы, то же самое, что молекулы глюкозы. Идем дальше, смотрели дальше техники. Теневая карма, говорит, а это вообще полипептиды. Открывает и показывает, да, действительно, я сама вижу, что это действительно так. А есть еще у нас такая техника, она называется матрица кармы. Так вот, удивительным образом она в точности совпала с молекулой гемоглобина. Да, правильно, гемоглобина. Вы представляете? И тут нас осенило. Мы раньше не понимали сами, что наши техники работают, а магистры могут подтвердить, что они работают на 100%, только потому, что они подчинены закону подобия. А закон подобия говорит все, что в космосе, то и на Земле, и в человеке, и в других аспектах в том числе. И структура, она в основном шестигранная. Знаете, да, клетка шестигранная у любого организма на Земле. Соты какие тоже шестигранные, естественно. А значит, это естественная форма жизни на планете Земля. А почему она такая, я сегодня обязательно вам не просто расскажу, а докажу. Потому что других вариантов не существует. И вот так интересно мы ходили по нашим техникам, он рассказывал различные химические элементы. И таким образом мы поняли, ведь это же разные техники. Здесь и таро-нумерология была, и кабала, и матричная нумерология. И у нас еще очень много других дисциплин, о которых я сегодня расскажу. И каждый раз мы выходили на те или иные атомы. И мы поняли, зачем нам нужно назвать отдельно кармическую нумерологию, автором которой являемся, прогностическую, графическую, матричную, гексограммную. Если все это единым контекстом, общей шапкой, атомарная нумерология. Это и есть. В принципе, нумерология основана на атомах. Поэтому мы и стали ее изучать. И вот когда мы поняли, что это так, и закон подобия работает, и тут мы стали смотреть гораздо глубже на все. Абсолютно на все. Ведь лекция называется «Атомарная нумерология тире», а дальше «Сочти число зверя». А при чем здесь число зверя? Ведь это уже библейская тема. И вы не поверите, но это имеет прямое значение и очень важное. Итак, «Сочти число зверя». Число зверя. Почему звере число, подумали мы, а не цифры? Ведь это глобально. Нумерология делится на два раздела. Это цифрология и числология. Как вам кажется, цифры и числа – это разные вещи? Разно, спасибо. А обычно математики говорят, да это одно и то же. Что такое число просто состоит из цифр. Для нумеролога это настолько кардинально разные понятия, что не вызывает никаких сомнений. Но давайте обратимся, все-таки начнем с цифр. Вот я пишу «ци», дальше пишу «фра». И вы уже, наверное, дополнили, да? «Фра-за». Ну вот я так и запишу. «Ци-фра-за». То есть цифры, они работают на энергии ци. Да, у нас есть понятие цигун. Соответственно, это самая чистая энергия. Это энергия, которая формирует пространство, вселенные. Этой энергии подчиняются все волны, все химические элементы и так далее. Мы в нашей книге «Китайская школа нумерологии» как раз описывали, что цифры. И цифры, они не влияют на жизнь человека. Они не влияют на судьбу и на карму. Цифры описывают исходный код. И для того, чтобы вы могли возвращаться к вашим кодам, эти цифры в вашей дате рождения даны. Помните, Петр Петрович Горяев тоже все время говорит о каком-то исходном коде, который закодирован у человека. Так вот, когда люди пытаются распознать, а влияет ли цифра на человека, вы теперь можете сказать. Нет, не влияет. Но она влияет на его эмоции, характер, чувства, подсознание. Но не более того. Но цифры, если мы все-таки занимаемся именно цифрологией, они говорят о человечестве в целом. Они говорят о планетах, о солнечных системах, о их взаимодействиях, о том, где жили души на других планетах и многое другое. Цифрология — это отдельная, глубочайшая наука. И она говорит фразами. Где фразы — это контекст, это целые книги, в одной цифре, целая вселенная заключена. Именно поэтому в одной из лекций, помните, на нумерологии код судьбы, я показывала, как можно через цифры раскодировать все мироздание. Так вот, какая самая известная цифра? Вот на ум какая приходит? Самая известная цифра. Цифра, которая описывает всю систему. Да, ноль. Молодцы, хороший философский ответ. Но все же я сейчас назову, все со мной согласитесь. Семь. Семь тел, семь дней недели, семь цветов радуги. Правильно? У нас семь дней творения, семь небес, которые создал Бог. Правильно? У нас что еще? На седьмом небе от счастья лекция началась во сколько? В семь. Действительно, 13 сентября 2017 года началась в семь часов. Но это ладно, это совпадение. Но суть не об этом. Суть в том, что семерка действительно описывает наше пространство. У нас же семь астральных планов, верно? Семь тонких тел. У нас семь чакр в эфирном теле, верно? Все, почему цифра семь. А почему она такая важная? Кто-нибудь знает? Ладно, не думайте. В конце лекции вы будете знать. Так вот, действительно, цифра семь – это самое важное. Она описывает наше мироздание. Но цифре семь осталось жить совсем недолго. В конце его лекции вы узнаете, что такое апокалипсис, что такое Армагеддон, прошу прощения, и когда он начнется. Я уже сказала, да, скоро. Да. Но в любом случае мы, естественно, понимаем, что это неизбежно. Главное только понять. Ну, когда скоро, я говорю, 475. 475 лет. Ну, не на нашем веку. Но, тем не менее, об этом мы должны помнить. Запомнить еще раз маленькая рэперная точка – цифра семь. Идем дальше. Следующее у нас число. Чи, слово. И дальше что? Слово. Слово. Так вот, энергия Чи – это энергия, сотворенная человеком и влияющая на человека. Энергия Чи – это не энергия цифр. Это не чистая энергия. Это энергия, которая была сотворена. Поэтому числа отвечают за карму, за судьбу, за прошлое воплощение и будущее воплощение, за прогностику человека и стран. Но числа не отвечают за всю систему. Если на цифры вы влиять не можете, то на числа можете. Поэтому, когда мы читаем прогностику и предупреждаем клиента о том, что так и так у нас будут в будущем события происходить, мы точно знаем, как их изменить. Потому что каждый численный, ну, много слоев, и мы знаем, как с ними работать. А слово, они говорят, видите, словами. Меньший контекст – это не целое предложение, но в рамках жизни человека этого достаточно. Число бывает разное. Числология подразделяется на Таро-нумерологию. Вы знаете, это моя любимая дисциплина. И Таро-нумерология, которую мы сейчас изучаем, пока касается только 22 аркана. 22 аркана, как вы думаете, это очень важно? Это мега важно. И если вы думаете, что арканы Таро вышли из Египта, вы глубоко заблуждаются. Они туда вошли. А вошли они, знаете, откуда? С неба. Здесь есть в зале астрологи? Я вас сегодня очень сильно удивлю. Ваши астрологические знаки, по сравнению с тем, на которые вы должны ориентироваться, это очень маленькая часть неба. А есть созвездия, которые влияют на жизнь так, что буквально совсем скоро, в 2018 году, вы увидите их воздействие просто многогранно. Я сегодня о них тоже поговорю. Так вот, Таро-нумерология – это транскрипция, переводящая числа в арканы Таро. Есть еще одна дисциплина – это гексограммная нумерология. Мы тоже являемся авторами. Мы перевели, есть такая формула у нас, мы перевели числа в гексограммы. И таким образом мы можем просматривать родовые линии очень далеко, 64 воплощения назад. Просматривать всех ваших предков. Это очень интересная техника. Есть еще, мы сейчас работаем втроем с Оливией Линк над новой техникой, даже не все консультанты наши знают. Она называется руническая нумерология или руно-нумерология. Мы работаем над тем, чтобы объединить эти две дисциплины. Руно-нумерология будет описывать ваши жизни в других планетах и измерениях. Это очень интересная система. Есть каббалистическая нумерология. Она рассматривает все цифровые ряды. То есть, в целом, что получилось? Из нее получаются графики, очень красивые. Графики финансового потока, графики кармы, графики судьбы. Причем финансовый поток мы строим сразу несколько аспектов. У некоторых бывает несколько графиков. Это графики карьеры, графики личной жизни, графики партнерства и многое другое. Больше 100 огромное количество графиков строится по каббалистической системе. Это прогностика. Есть еще одна. Она называется матричная нумерология. И эта система позволяет определить эволюционный путь души. То есть, тоже идет транскрипция чисел в 52 кода матрицы. Вы представляете, какой спектр знаний есть у нумерологии? Это то же самое, что разложить различные колоды карт. Одни карты говорят за одно, вторые за другое. То же самое здесь. Числа говорят о разном. Но какое самое известное число? Как называется лекция? 666. Самое известное число. Вы его, наверное, сейчас так напряглись, поэтому не стали называть. Боитесь. 666, да? Страшно? Но смотри, зал пока сидит. Так дело в том, что 666. Что сказано? Имеющий ум сочти число зверя. Ибо число это человеческое 666. Ну, логика простая. Зверь-человек-666. Конкретно указано, что 666 имеет отношение к человеку. Но, тем не менее, есть некие, скажем так, закрытые тайные ложи на букву М. Знаем, да? Так вот, эти ложи вводят специально нас в заблуждение. Так же, как с ведьмами ведущими мы теряем. Так же, как с чертом. Помните? Черт. А это, оказывается, писарь в древности. Писал книги. Писатель. А он теперь чертом стал. Так вот это все ведет подмена понятий уже очень давно. А для чего? Для того, чтобы мы боялись число 666. А не стоит этот цивилизационный код. Есть у кого-нибудь карточка виза? Есть, есть. Не признавайтесь, есть. Есть карточка виза. Давайте я запишу. Вот она пишется вот так. Правильно написала? Я же нигде не ошиблась. Вот, пожалуйста. Число 6. Римская система. Правильно? С – это византийская система. Тоже цифра 6. И плюс византийская, и славянская. И А – это у нас цифра 6. Где? В Китае. 666. Пожалуйста. Возьмем русскую рублевую систему. У нас есть пятитысячная купюра, тысячная купюра. Пятьсот, сто, пятьдесят и десять. В сумме сколько дают? Шесть тысяч шестьсот шестьдесят рублей. Ах, страшно стало, да? Вся финансовая система дьявольская. А на самом деле о чем говорит финансовая система? Произошло слитие нескольких систем. Первая римская или какая? Англо-саксонская система. Ну, условно назовем ее западная. Есть византийская или русская. Русь, да? И есть славянская, назовем ее. И есть еще восточная или азиатская. Вот три системы объединились в единую финансовую систему. Все. Они-то знают, о чем говорят. Чертово колесо, знаете, да? Такое рулетка. Сумма всех цифр сколько? Шестьсот шестьдесят шесть. Мы приходим в магазин и пробиваем чеки. Там что у нас тоже на штрих-коде? Шестьсот шестьдесят шесть. В паспорте российском. Видели? Там тоже есть шестьсот шестьдесят шесть. И чего так бояться не стоит? Особенно, когда вы знаете, о чем говорит эта фраза. Так вот, шестьсот шестьдесят шесть еще имеет одну очень интересную систему. Вы ведь знаете, что сейчас семь тысяч пятьсот двадцать пятое лето? Со дня сотворения мира в звездном храме. Знаете, да? Это славянское летоисчисление. Вот если мы все-таки переведем это летоисчисление, мы поймем, когда родился Мессия. Не сейчас. Он давно родился. Иисус Христос, слышали, да? Он же Радомир. Есть очень интересные два автора. Фоменко и Носовский. Они доказали, что Иисус Христос, он же Радомир, родился в 1152 году от его собственного рождения. Очень интересно. Так вот, если вы переведете в наше славянское летоисчисление, вы получите шесть тысяч шестьсот шестьдесятый год. Это год, когда родился Мессия. Как интересно. И опять почему-то идет сравнение уже с человеком, которым мы все уважаем и ценим. А значит, все-таки шесть 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 означает другое. А что он означает? Это цивилизационный код. Это код нашего человечества. Давайте еще раз. Сочти число зверя. Зверь-человек-666. А знаете вы, еще один интересный факт об этом числе. О том, что раньше это число писалось в апокалипсис, так называемый, или в откровении Иоанна Богослова, как шестьсот шестнадцать. Знали об этом? Нет? Ну, откройте Википедию, любые религиозные тексты, вам там скажут. Что как раз в апокалипсисе, или в откровении Иоанна Богослова, очень интересный факт существует. Первое, это то, что книга написана то в прошлом времени, то в будущем. То в прошлом, то в будущем. Как будто она была переписана. А Иоанн Богослов жил в 1600-х годах. Значит, он писал о чем? О том, что он видел или о том, что он будет видеть. А на самом деле он переписывал книгу. Поэтому она называется не откровение, а открытие. Он просто открыл эту книгу и переписал. Но в некоторых местах, к сожалению, упустил вот эту временную нить. Поэтому и получается где-то в прошлом, а где-то в будущем. Так что, получается, эти события уже были или не только будут? А что если я вам скажу, что они уже были и в ближайшее время будут? Поэтому так очень точно там все описано, потому что вся система, она цикличная. Так вот, однажды собрались все монахи и договорились, что будем писать 666. Это правильно или нет? Нет, это правильно. Правильно, потому что наш код действительно 666. А еще интересный факт. Вот если опять-таки оттолкнуться от славянского летоисчисления, то вы знаете, что 7000-й год тогда, в то время, считался годом прихода Антихриста. Его очень боялись, ждали, потому что они не понимали, откуда он придет, что это будет. Но самое удивительное, что он уже реально пришел. 7000-й год – это 1492 год. А теперь маленький вопрос. Как вы думаете, что произошло в 1492 году, что действительно кардинально изменило ход мировой истории, и мы сейчас, здесь и сейчас видим в наше время, как мир разрушается именно благодаря тому, что произошло в 1492 году. Ядерная бомба, нет, она была позже. Знаете что? Только я, пожалуйста, возможно, это совпадение. Ну, уж больно очевидное совпадение. По крайней мере, ввязал со мной согласиться. В 1492 году была открыта Америка. Да, Колумб открыл Америку в 1492 году. И именно она сейчас играет роль того самого, скажем так, жандарма, который запускает механизмы Третьей мировой войны. А знаете, что еще интересно? Что в одной из наших техник, я про нее рассказывала, есть такая линейная диаграмма. Вот у нас есть 7000-й год, есть 8000-й год. И помните, я рисовала, что вся эта система поднимается наверх, а потом опускается вниз. Я делала прогностику на Украину, на Россию, помните? Так вот, здесь все то же самое. Она 500 лет поднимается наверх и 500 лет спускается вниз. То есть 7500-й год – это год 500 лет готовилась США к тому, чтобы запустить механизмы, которые мы сейчас видим. Если с 7000-й, но по 7500-й, ну, опять-таки, по линейной диаграмме, магистры, да, включайтесь, вы можете изменить систему, то после 7500-го изменить систему невозможно. Она идет по накатанной и неизбежно приводит к следующему этапу. 7000-я эпоха, 8000-я эпоха. Верно? А теперь, интересно, 7500-й год – это когда? Это 1992-й год. Именно в этом году США намерено было, что развалить Советский Союз. Что еще тогда происходило? Ну, во-первых, мир на грани ядерной войны, голод, финансовые кризисы, огромное количество неурядиц, а в том числе что, катастрофы. И мир тогда действительно стоял на рубеже и уже думали о конце света и так далее. Ничего не напоминает сегодняшней параллелью? Все то же самое. А теперь интересно. Ведь если тогда, в 1992 году, система должна была развалиться, а она не развалилась, то что-то же произошло? Наверное, маги встретились, да? Нет, нет. Договорились. Тогда договорились. И договорились они ровно на 22 года. Любой тар-номеролог знает, что 22 – это число цикла. Ровно 22 аркана отсчитывают цикл и запускаются снова. А это значит, что часы были перезапущены всего лишь навсего. Нам дали фору ровно на 22 года. В 2014 году началась революция где? Во Франции, в Украине. Начались эскалации всех событий. Сирия и многое-многое другое. И этот этап уже отложить невозможно. Это сделали тогда, но не сейчас. Вы чувствуете, сколько циклов? 500 лет, 1000 лет, 22 года. Много циклов. А если существует цикл, значит, есть какая-то закономерность. Верно? А эта закономерность, она кроется в картах Таро. Удивительно, да? Есть зодиакальный круг. Раньше он назывался калаврат. И существует множество калавратов. Есть малый калаврат, средний калаврат, ну и, конечно, большой калаврат. Где мы их видим? Кола – это колесо или круг. Врат – врата. То есть, когда происходит смещение одного на другое, открываются какие-то позиции. Где мы их используем? Часы. В бытовом смысле это обычные банальные часы. Когда стрелка двигается, она открывает врата, тем самым, что у нас какое-то новое время. Где еще мы используем калавраты? В астрологии. Там есть калаврат зодиакальных созвездий. Их всего 12. И эти созвездия, они управляют жизнью человека. Но только человека, а не человечества, и не странными уж тем более. А есть еще один, больший калаврат. Намного-много больше. Он состоит из 22 созвездий. Знаете, как он в древности назывался? Сейчас страшное слово скажу. Апокалипсис. Он назывался апокалипсис. Это всего лишь навсего большой калаврат созвездий. И не более того. Вот я вам сейчас его нарисую. Вот один калаврат большой. Есть средний калаврат, малый калаврат созвездий. По центру точка или полярная звезда. Но если с созвездиями 12 созвездий, здесь все понятно. Система вам известна. Особенно астрологам. Но что касается двух других кругов, удивительно, но они абсолютно одинаковые. Они идут вот так. То есть они пересекают. И таких точек у нас, таких секторов 22, по количеству старших арканов Таро. Почему так, я чуть попозже объясню. Ну вот, предположим, есть у нас здесь первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и так далее. Да, и все здесь нарисуешь. То же самое здесь. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и так далее. Вот эти диски, они смещаются. Когда вы видите диск ацтеков, вы видите диск шумеров, вы видите диск славян, вы видите все время диски на этих дисках, вот эти сектора. Что интересно обратить внимание, что маленький диск вращается очень быстро. Вот эти диски вращаются несколько иначе. То есть пока происходит смещение большого диска всего на одну единицу, за это время средний диск проходит полный оборот. Еще раз, да? Один смещается, большой смещается на один элемент, другой вращается за это время полный оборот. Понятно, да? Так вот, вот этот большой калаврат смещается каждые тысячу лет. Тысячу лет – новый знак, тысячу лет – новый знак и так далее. Все очень просто. Ну а теперь давайте вспомним. Сейчас какое тысячелетие? Семь тысяч, то есть семитысячное тысячелетие. Следующее будет, соответственно, восьмитысячное и так далее. А какой у нас аркан фтара? Семь. Какой? Колесница. Правильно, как здорово. Колесница. А знаете, что он означает? Он означает, что мы сейчас находимся в семитысячной эпохе, и она длится уже 525 лет. И до следующей эпохи она будет длиться еще 475 лет. Поэтому я и сказала, что до конца света еще каких-то 475 лет. Что нужно? Так вот, колесница. И если мы говорим о том, какое созвездие находится на звездном небе, вот в этом большом калаврате, то мы с вами говорим о созвездии колесничего или возничего. Это одно и то же. Интересно, да? Колесничий, возничий, колесница в картах Таро и другие-другие. Я вам про все-про все расскажу. Вы увидите, что все они на звездном небе. Что интересно рассказать про этого колесничего? Если обратили внимание, я совсем недавно выложу ролик в контактах про созвездие Возничего. К чему это, да? Так вот, созвездие Возничего имеет 7 ярких звезд. Самая яркая звезда — это звезда Капелла. Она восходит 25 декабря. Ничего, аналогии не чувствуете? А заходит 7 января. День рождения, день смерти Иисуса Христа или Радамира. А может быть, все-таки он не жил или жил? А может быть, это все-таки легенда о чем? О том самом Возничьем? Давайте исследовать дальше. Так вот, этот Возничий, он, был царем. И его звали на тот момент времени Гведон. И у него была армия. Армия Гведона или Армагедон. Так называлась его армия. Об этом писала, в общем-то, Александр Сергеевич Пушкин. Что еще интересно? У него, его звезды в древности изображались в виде козы. То есть было 7 козы. Одну маленького козленочка он держал на руках. А 6 козлят находились у него на спине. Так изображался. Что интересно? У нас есть 7 миллиардов жителей на планете Земля. Вспоминаем сказку. Сколько осталось в живых? Один. Один миллиард жителей. Что нам говорят масоны? Что во время великих катастроф останется в живых только сколько? Один миллиард человек. Как интересно, это какое совпадение, да? Так вот, у этого Возничего, помимо того, что его изображали с козлятой, его изображали вот с таким маленьким посохом. Вот такой формы. Я конкретно нарисовала. А в этом ролике, к сожалению, вы не сможете посмотреть, потому что здесь нет видео. Но мы смонтируем. Либо вы можете проверить в интернете. Если вы возьмете любое космическое агентство на планете Земле, будь то космическое агентство НАСА, будь то Роскосмос, вы видели, да? Я выкладывала ролик. Будь то Китай-космос, Индиокосмос и так далее. Космос, неважно. У всех в логотипе, причем даже у тех, кто поставляет им продукты питания, кто делает им какие-то детали, не имеет значения. Все, что косвенно хотя бы связано с космосом, имеет вот такой логотип. К чему бы это, правда? Значит, все-таки они знают о чем-то, и они понимают, что мы сейчас живем в эпоху Возничего. Я уже сказала, там сколько звезд? Семь. Там семь звезд. Когда мы берем любую миссию, любого космического агентства, будь то миссия на Марс, Мерсия на Венеру, любые абсолютно, Аполлоны и так далее, Кассини и многое другое, в любой миссии, любой страны в логотипе присутствует цифра 7. Тоже интересно. А все потому, что эпоха 7-тысячная подчиняется семизначному коду. Вот она, семерка, про которую я вам говорила. Цифра 7, она кодирует все. А сейчас я вас шокирую еще больше. Возничий на небе имеет шестигранную форму. Шестигранник. Вот почему все клетки в организме, любого живого организма, даже камни и многое другое, имеют какую форму? Шестигранную. Ну а теперь последнее. Площадь этого шестигранника шестьсот шестьдесят шесть квадратных километров. Это эпоха Возничева, которая сейчас олицетворяется в различных культурах, как, например, бог Велес в нашей системе. Это тот же самый Аид или Орес в других системах. Это одно и то же. А давайте расскажу вам легенду о нем. Так вот, у него была колесница, была запряжена на четырьмя лошадьми. Я сейчас легенду о Возничем, а вы, естественно, будете параллели делать. Так вот, когда эти лошади, он выходил на них, то эти лошади имели различную символику. Одна отвечала за здоровье. Аналогию чувствуете? Вторая отвечала за мир и покой. Третья за плодородие, а четвертая за истинные знания. И Возничем выходил на этой колесницу небесной, смотрел, как мы живем, и понимал, что мы ошибаемся. Очень ошибаемся. Он пытался нам передать знания, но мы его не слышали. А почему он передавал знания? Вы чуть-чуть попозже узнаете. И вот когда он понял, что человечество невозможно объяснить в лоб, он решил принять другое решение. Он решил показать со стороны. Но мы так устроены. Мы все видим, когда обратка идет назад. Вот почему карма работает через обратку. Он распрял своих лошадей, каждому дал всадника и отправил эту армию Гвидона на землю. Я рассказываю легенду о Возничем. А сам переоделся в пастуха. Помните, пастух, рыбак, учитель Будда. И спустился к людям. И начал рассказывать им, что вы посмотрите, ведь это вы сотворили этих уже всадников наоборот. Всадников того самого апокалипсиса. И здесь уже появился голод, здесь появились войны. Здесь у нас появились лжезнания. И здесь появились много-много войн. Почему так? А люди по-другому не понимают. Что сделали с Возничем? Догадайся, с трех раз. Его убили люди. И в знак того, что его убили, он появился на звездном небе в виде созвездия. И он стал олицетворять эпоху. А есть еще такое понятие, как славянские эпохи. Сейчас какая эпоха славянства? Волка. Того самого волка, который съел тех самых козлят. Соответственно, мы понимаем, что если эта эпоха сейчас Возничего, то нужно уже изучать поподробнее, почему это имеет такое значение. Так вот, что еще интересно о самом Возничем сказать? Возничий по-английски звучит как черриот. Сейчас я запишу. Черриот произносится, можно разбить на два слова. Вот, я запишу. Ча-ри-от. Можно разбить на два слова. Чар означает углеводород. Где видите, С это уголь, H это водород. То есть получается, что Возничий создает нам не просто форму человека. Помните? Сочти число зверя, ибо число это человека. И еще что важно отметить, что эта форма, наша биологическая форма, тоже формируется созвездием. И это имеется в виду углеводород или белки. Конкретно. А слово райот означает восстание, революции, войны, которые именно между людьми созданы. То есть эта эпоха посвящена чему? Революциям и войнам. И один историк рассчитал, что за все эти 500 лет только один день не было войны. Но мы с вами уже подошли очень близко к той теме, которую я уже развивала. Помните, я вам говорила о том, что до нас в том самом апокалипсисе число было 616. Помните? Отлично. А какое у нас созвездие там стоит в этом калаврате, большом до созвездия Возничего? Созвездие Персия. Персей любил Андромеду. Очень. И он постоянно за ней бегал. Он все время пытался откуда-то ее спасти. У нее был отец, который не хотел, чтобы она вышла замуж за Персея. Так вот, Персей или Прометей или Перун это одно и то же. У созвездия Персея тоже шестигранная форма, там шесть звезд и так далее. Но важно другое. Площадь созвездия, угадайте, какая? 616 квадратных километров. То есть это явно указывает на то, что мы действительно находимся в каких-то арканах. А эта эпоха была посвящена любви, потому что он действительно боролся за ее расположение и в итоге он добился, он молодец. А до этого была другая эпоха, эпоха пятого аркана, когда на Землю приходило огромное количество жрецов, учителей космических, которые обучали нам и передавали те самые знания, которые мы уже успели утратить. До этого была эпоха императора, когда жили на Земле только мужчины. Представьте, мужчины, как грустно было. Только мужчины. А до этого была императрица, здесь было весело с женщинами. Только женщины. Это была эпоха амазонок, тысячу лет. А вспомним Библию. Как там сказано? Сначала кто был сотворен? Женщина. Сначала Бог создал женщину, имя ее было какое? Лилит. Потом создал мужчину, третий, четвертый аркан, и только потом он ему, точнее, создал Еву. Вот получилась пара, шесть. Но это уже эпоха закончилась, пятьсот лет тому назад, и мы сейчас вошли в новую эпоху, эпоху возничего. И с этим связаны все основные события на планете Земля. А знаете, что интересно? Очень скоро мы войдем в следующую эпоху. Это эпоха восьмого аркана Таро. Давайте я вам запишу этот аркан. Как он звучит? Правосудие, правильно? За этот аркан отвечает Большая Медведица. Сколько звезд Большого Медведица можно? Восемь. Восемь. Там есть еще одна маленькая звездочка, которую часто астрономы убирают. Но мы-то эзотерики, нам это важно. Там восемь звезд. Вот я вам пишу, как называется аркан... Я специально сделала паузу. Как называется аркан? Justice. Justice. Правосудие. Ну, я-то расписала как? Раздельно. А если прочитать отдельно, что означает? Just ice. Только лед. Это ледниковый период. Тысячу лет ледникового периода, который будет через 475 лет по плану, а вообще гораздо раньше, если мы не отдумаемся. А что нам нужно сделать, я обязательно вам расскажу. Так вот, эта эпоха, она уже к нам приближается. Помните, в апокалипсисе сказано, что небо упадет на землю? Оно уже падает. Да. Нет, это я не про воду. Оно падает. Оно падает, и вы это сегодня увидите. Чуть-чуть попозже. Потому что все имеет значение в этих арканах. Дальше у нас идет эпоха отшельника. Hermit. Hermit переводится как пустошь. Ничего нет. Что делают маги, чтобы снять магический обряд? Некие там, ну, допустим, на золото или еще что-то. Они кладут это золото в некий стакан. И куда? В морозилку. Заморозить. Потому что, когда происходит заморозка и разморозка, вся информация полностью стирается. Это вы знаете, это магия, да? Соответственно, для того, чтобы стереть всю информацию с этого поля, нужно заморозить, а потом оттаять. Так вот, как раз тысячу лет будет происходить заморозка оттаяни, заморозка оттаяни и так далее, и так далее. Это будет происходить через две тысячи лет. Следующий аркан. Это аркан. Кстати, девятый аркан это малая медведица. Там девять звезд. Опять, да? Девять звезд. Малая медведица. Что интересно у малой медведицы? У нее в хвосте, если помните, находится полярная звезда. Та самая полярная звезда, на которой мы сейчас все ориентируемся. Она центр нашего небосвода. Ось Земли упирается в полярную звезду. Знаете, что сказали ученые? Это не мои слова, это слова ученых. Они сказали, что звезда начала смещаться, то есть ось начала смещаться. И что через каких-то три тысячи лет эта звезда войдет в созвездие Цефея. Что это такое, вы очень попозже узнаете. Но она уже начала смещаться. Так вот, когда у нас все-все-все знаки переходят в самый центр, где находится полярная звезда, мы приходим к десятому аркану. Десятый аркан звучит как Will Fortune. Вот я пишу вам Will только я напишу раздельно, да уж. For Tune. Давайте переводить отдельно. Will так и переводится. Колесо. For для Tune звуковая настройка. То есть Will Fortune переводится как колесо звуковой настройки. А что настраиваться-то будет? Для чего? Мы полностью стерли всю информацию. Соответственно, этот колесо остановилось, а дальше его нужно перезапустить. Поэтому происходит перезапуск системы. А звук, вы знаете, это воздействие эфира. Есть такой, да, химический элемент эфир. Так вот, что интересно, тысячу лет на десятом аркане будет колесо вращаться. В этом колесе существует 22 ячейки. Напоминаю, да? 22. И звезды будут вот так вот вращаться очень мощно. И в этот момент мы увидим, что в этих созвездиях находится человек. Это мы знаем. Там есть кентавры, единороги, змеи, рептилоиды, драконы. Кстати, это разные вещи. Рептилоиды, драконы, это разные вещи. Там есть птицы, там есть рыбы, там есть дельфины и многое-многое другое. Все, что когда-либо жило на планете Земля в виде мифов, легенд, каких-то сказаний, это действительно жило. И все вот это многообразие является звездной расой. Я пишу здесь снизу. Звездная, видите? Звездная раса. А мягкий знак в русском языке что означает? Бесконечное движение. Вот и получилось слово зверь. Мы опять пришли к той самой фразе имеющей ум сочти число зверя. То есть зверь это представители 22 типов или форм существования. Сейчас эта форма существования человек. Когда-то были драконы, кентавры, там есть большой пес, знаете, в Египте пес, человек, пес, были еще львы, человек, лев и так далее. Все это существовало в реальности. И вот тысячу лет это колесо вращается и останавливается. Клетки открываются и на 11-м аркане, которое называется strength, что дословно переводится с английского языка как сопротивление, а не сила, как нам говорят, именно сопротивление, они попадают внутрь системы и начинается битва. В апокалипсисе сказано, если вы помните, что будет некий этап, когда будет происходить космическая битва, что твари, которые человек даже не может себе представить, вступятся в войну, помните, за то, чтобы стать единственной расой на Земле. Об этом то же самое и Леонардо да Винчи написал картину, помните, в облаках всякие разные представители разных цивилизаций, они борются. Вдумайтесь, 11 тысяч лет назад происходила война. И в этой войне наши с вами предки, имеющие человекообразную форму, победили. 22 типа хищников, тварей, совершенно чудовищных и так далее, боролись, и человек победил. А наградой стало, знаете что? Разум. Так вот, что отличает зверя или звёздную расу от животного? Наличие разума. А значит, фраза, имеющий ум сочти число зверя, неправильно звучит. Её истинное звучание должно быть имеющий разум почти. Уважай число зверя, ибо число это сейчас человеческое, и число это 666. Вот сейчас фраза звучит всё правильно, но вы её понимаете очень чётко. Так вот, каждый раз это происходит. На 11-м аркане перезапуск системы. Как вы думаете, выиграть наши потомки в этой битве? Мы так живём, что боюсь, что нет. Потому что мы не знаем своих родовых традиций, мы не знаем законов, мы не знаем кона, в конце концов, мы не понимаем карму, её не соблюдаем, мы даже истинных знаний и то не знаем, тогда как мы будем бороться с теми, кто очень хорошо это знает? А это значит, что у нас осталось не так уж и много времени, чтобы одуматься и перезапустить систему так, как нам нужно. А может быть, мы вообще никогда не победим в будущем. Хотя душе всё равно в каком теле жить, но тем не менее, приятное тело, да? Ничего так. Так вот, что самое интересное, что следующим этапом, после того, как мы победим, наверное, запускается следующий этап. Это этап, следующий, 12-й аркан или повешенный, the hangman, когда происходит переворот полюсов, система выбрала своего единственного, так скажем, представителя, переворот полюсов, тысячу лет происходит, всё перемешение и так далее, и мы попадаем на 13-й аркан, аркан смерти. Всё, что жило до этого, полностью погибает. Всё, что было морем, становится сушей, всё, что было сушей, становится морем, система полностью перезагружается. Вот почему она означает трансформацию. И с этого момента, когда всё абсолютно вычищено, воды ушли, земли поднялись, началась подготовка. И на 14-м аркане Temperance у нас наступает следующая эпоха, тысячу лет. Как изображает этот аркан? Человек держит чашу и воду переливает из одной чаши в другую чашу. То есть идёт смена цивилизации. И как у нас в Библии сказано, ведь действительно начинают расти леса, подготавливаются животные всякие, да, каждой твари по паре. Всё это начинает появляться на земле, кроме одного животного, зверя, который был выбран 2000 лет тому назад. И этот зверь появляется в 15-й аркан. Тот самый аркан дьявола. Помните, он изображается, да? Два человека, над ним дьявол, какой-то змеи, это общий знак животных, потому что где-то змеи, где-то лев по-разному изображаются. То есть человек появляется в райском саду уже сотворённым в 14-м аркане. И он загружается сюда в виде семени. А семенем является в нашем случае, я уже стёрла, CH. Это что? Углеводороды. Беда в другом. Мы последний раз живём в этом теле. Я имею в виду углеводородистом теле. Вы же знаете, что перед нами эпоха была, которая была какая? Кремниевая. Напоминаю, это Персей. Персей, песок, кремний, силициум, как раз основа песка. Действительно, тогда жила эпоха именно кремниевая. Сейчас углеводородистая, а следующая я вас сейчас шокирую. Эпоха Цефея. Ну, а теперь я пишу вам Цефея. Вы же знаете, что у нас есть такие там дьявол, названия страшные, есть Сатана, а есть ещё что? Люцифер. Ну, как бы цвет, немножечко о другом я сейчас говорю. Так вот, что здесь имеется в виду? Вот я пишу вам эпоха Цефея. Цефей. А дальше пишу Лю-Це-Фе-Р. Вы видите, что это одно и то же? Цефей и Лю-Це-Фер. Это одно и то же. Поэтому говорят, приход, придёт Люцифер, придёт Сатана или дьявол. И что это неизбежно? Это действительно неизбежно. Он действительно, следующая после нас эпоха, которая закладывает нам форму жизни, именно биологическую форму жизни. Следующий будет Цефей. Это следующее созвездие, когда вы посмотрите. Потом откроете карту, вы всё это увидите. Все созвездия идут один за другим. Так вот, у Цефея химическим элементом является Церий. А Церий – это металл. Вот почему, когда вы считаете детей минусовых, я имею в виду двухтысячник, а то третье, четвёртое число минусовки, они что вам на это говорят? Они пришли к нам из будущего, обратно заброшено. Что они говорят? Внутри меня металл. Я металлический. И этот металл очень пластичный. А значит, следующая цивилизация будет именно металлическая. Об этом снимаются сейчас все фильмы. Трансформеры, терминаторы, многое другое. Но у Церии он настолько пластичный, что помните, в терминаторе, особенно последний, генезис называется, последняя часть терминатора, не случайно, он такой весь пластичный, полностью меняется, и так далее. Китайец там такой, да? Так вот, это действительно следующая форма жизни. А какой облик у нее будет, человеческий, или кентавр, или рептилоид, или еще что-то, это будет выбираться в виде битвы. И это неизбежно произойдет. Интересно также отметить, что этот самый Люцифер, это бог Сварок у нас в славянской культуре. Или Гефест в греческой культуре. То есть все это есть, это уже остается из поколения, поколение постоянно передается в виде легенд, сказаний и так далее. А некоторые, особенно умные, создали на основании этого, что религии передают нам это обратно в немножко выскаженном виде. Следующая эпоха, это эпоха металлическая. Но у металлической эпохи система загрузки другая, не такая, как у нас. Ведь мы что? Вода. И для нас источником жизни, источником информации является вода. А для них будет ртуть. Металлы кодируются через ртуть. Мы через воду, они через ртуть. И это очень важно. Опять-таки, во всех американских фильмах откуда появляются эти трансформеры? Из ртути. Потому что она кодирует ее. Ну а теперь давайте поговорим, почему у нас сейчас происходит катаклизмы на Земле. Ведь это очень важно. Помимо того, что происходит смена эпох, происходит еще смена химического состава человека. Если у нас была шестигранная система, сейчас она пятигранная будет. Потому что у цифея клетка имеет пятигранник. У нас шестигранник, у них пятигранник. У нас основой жизни является CH. Это что? углеводород, а у них церий, металлы. Поэтому сейчас очень много детей рождается с такой болезнью, как аутизм. У них клетки другие. У нас шестигран, у них пятигранны. У нас не так много металлов, у них много металлов и так далее. Сейчас Аида проводит очень большое исследование как раз по детям-аутистам. Если у вас возникнет желание, у вас такие детки, вы можете написать на электронную почту, мы отправим ей информацию, она будет ее структурировать. Мы подготовили огромную программу, которая автоматически будет все это анализировать. Но без медицинского образования это сделать очень тяжело. В любом случае, вы уже знаете, существует пятая группа крови специально. Под них они другие, химические они даже другие. Отсюда такие болезни, страшные, сложные и многое другое. Так вот, для того, чтобы жизнь зародилась на планете Земля, нам нужно закодировать один химический элемент. Этот элемент – кислород. В космосе, скажем так, на высоте у нас что? Озон О3. Ниже у нас лежит кислород О2. А внизу, в самом низу, так называется атомарный кислород, это просто молекула кислорода. И все. Так вот, молекула кислорода составляет баланс на планете Земля. Если этот баланс будет нарушен, то будет нарушено все, что связано с катастрофами и так далее. То есть произойдут огромные катастрофические события. Но катастрофы сейчас на планете Земля происходят не только потому, что мы переходим из одной эпохи в другую эпоху. 350 лет тому назад произошла огромная космическая катастрофа. Я тоже выкладывала ролик у нас на страничке ВКонтакте. И знаете, как появился пролив Дрейка? Между Южной Америкой и Антарктидой, условно, Южным полюсом, существует пролив Дрейка. Причем материк Южной Америки, он как бы вот так вот смещен небольшой такой петелькой наверх. Вот петелька. А если мы смотрим 1500-й карты и ранее, то вот эта часть полностью соединяется с материком Антарктида. Что интересно, вот тут находится вот такой вот гребень, закругленный и назад. Такое ощущение, как будто бы огромный космический корабль протаранил насквозь Южную Америку, ушел сюда в глубину и здесь из глубины мгновенно улетел наверх. Потому что на картах до этого события не было. Вот это расстояние это ровно 2 километра. Наши ученые говорят о том, что ось Земли порядка 300 лет тому назад сместилась, угадайте, на сколько? На 2 километра. Поэтому сейчас, когда мы уже подходим подробно к тому, чтобы перезапустить заново всю систему, необходимо пружину вернуть назад. Материк сместился, он стоял ровно, а сейчас он под наклоном стоит и сместился ровно на 2 километра. Поэтому сейчас Америку не то чтобы затапливают, ее затопит. Материк начал смещаться. Нам говорят, что на Бипи, помните, была в Мексиканском заливе авария. Они даже скрыли от нас, они даже обвинили Бипи, лишь бы только скрыть информацию о том, что материки двигаются. И они двигаются назад. А представьте себе, вот материк, здесь океан. Что произойдет, если материк начнет двигаться в сторону океана? Он сгребет волну на себя. Поэтому появляются огромные волны, которые будут затапливать в следующем году, в 2018, Чили, Уругвай, большую часть Бразилии, Мексиканский залив, Сан-Франциско, мы сейчас уже говорим о США, Нью-Йорк и многие другие города и страны. Все это будет затоплено, потому что материк должен вернуться назад. А другая часть материка, наоборот, море будет полностью уходить. А знаете, что двигает материки? Ураганы, смерчи. Они не просто так там вращаются, они сдвигают материки. Это единственный механизм. Поэтому здесь абсолютно точно говорит о том, что кто-то нажал на кнопку, да, и система почему-то начала все это смещать. И это катастрофы, которые сейчас происходят конкретно здесь, это катастрофы рукотворные. И они говорят о том, что система подготавливается к переходу. А есть еще другие катастрофы, связанные непосредственно с кислородом. Я сейчас немножечко отойду в сторону и вернусь к вам с предыдущей эпохи. Эпохи кремниевой цивилизации. Вы же знаете, да, все смотрели ролик или читали статью «На земле лесов нет». Кто не читал, рекомендую. Это очень-очень интересная статья. Там как раз подробно рассказывается о том, что на нашей планете жили огромные растения, и они были каменной формы. Но камень был такой мягкий, как сегодня сохранились у нас кораллы или морские звезды, да. Вот точно такой же мягкий, но после смерти он вращается в камень. И мы жили как раз в таких телах. И когда мы распадались, мы вращались во что? В песок или в прах. Вот как то же самое, опять-таки, сказано в Библии. Что интересно, что когда происходила смена эпох шеститысячная на семитысячную, та эпоха погибла через огонь. К нам прилетели другие цивилизации и много-много сбросили ядерных зарядов. И некоторые заряды попали в очень крупные деревья. А как их еще ножом не срежешь, да? Их нужно было именно ядерными зарядами взрывать. А эти ядерные заряды, они полностью сжигали, превращали... Представляете, какая температура? Камень превращался в жидкое состояние. А так как корни очень глубоко уходят, все эта жидкость проникала в самый внутрь, туда, в глубину. Так появились вулканы. Тот же самый Елустонский вулкан, который все планирует взорвать, но пока не взрывается. На Дальнем Востоке вулканы. Все вулканы – это взорванные ядерными бомбами деревья. Поэтому там существует магма. Ну, давайте тоже рассуждать логически. Но откуда может быть магма, на которой плавают плиты? Мы же с вами... Нас бы укачивало, как минимум, да? Движение было бы постоянно. Материки-то, в принципе, не двигаются. Они раскалываются, но они же не двигаются. А значит, магма не на всей, не под всей площади, правильно, планеты? Она где-то частично. А были еще другие. Когда в ядерная волна сходила, то этот пар или огонь, он проходил насквозь. Деревья какие-то валились, образовывались скалы, горы и так далее, ущелья и прочее. А те, которые плавились, у них смола плавилась, смола их плавилась, и превращалась в нефть. Ту самую нефть, которую мы сейчас качаем. Это смола убитых деревьев той цивилизации. Где были огромные города, появился песок. Где не было городов, ничего и не появлялось. А помните, я вам говорил на 13-м Аркане, что земля становится океаном, океан становится землей. Вот почему на дне океана песок. Это прах предыдущей кремниевой цивилизации. И вот представьте, вся планета была охвачена огнём. Этот углеводород, углекислый газ, соединялся с кислородом, образовался, да, и поднимался наверх. А наверху находится озон. Ну, давайте опять откроем справочник. Нам говорят, что у нас в космосе люди летают. Ну, уже забавно, как они там могут летать? Они там не летают, они там плавают. Помните в Библии? Над твердью, над куполом вода, под твердью вода. Проверить элементарно. Открываем сайт гидромедцентра. Уже страшно, да? На высоте порядка там нескольких километров находится озон. Замечательно то, что нам нужно. Ищем. Он находится там при температуре минус 110 градусов Цельсия. Пока ни о чём не сказала, да? Заходим в справочник химии и смотрим, что в справочнике химии озон при температуре минус 90 градусов Цельсия и ниже. Знаете, в какое состояние переходит? В жидкое. Озон там, опять-таки, по банальным справочникам мы не химики, мы зашли на их сайты. Он там находится в жидком состоянии. Ещё интересное дополнение. Жидкое состояние вязкое, запятая, похожее на кисель. Помните? Кисельные берега. Это находится там. И когда мы говорим о том, что здесь находится озон, он находится там в связанном состоянии с водородом. Так же, как здесь. Вода – это H2O, связанное. H6O3 – это химическое соединение, которое находится там. Поэтому наши космонавты туда летят поплавать, а не полетать. И вы видите, да, когда вот идёт сопло, огонь, да, вот эта ракета, она поднимается из земли, оторвается, вот она летит, и вдруг, хопа, и пошёл пар. А ещё это вдруг там пар? А пар, потому что она с водой встречается. И эта вода гасится. Вот откуда в этих видео у нас именно пар. Ну, а теперь давайте развенчаю ещё один миф. Хорошо, я вам сказала, что они там плавают. А почему они там не летают в вакууме? Скажете вы, правильно же? Ведь официально вот не падают на землю плотность. Так вот, что самое удивительное, что нам говорят, что там вакуум, и вакуумы не летают. Ну, мы же люди разумные, мы же подумаем, правильно? Мы же так не поверим сразу. Мы с вами пойдём в магазин, ну, супермаркет, подойдём к прилавку, возьмём колбаску в вакуумной упаковке. Уже начали догадываться, о чём я? К чему я? Там воздуха нет внутри вакуумной упаковки. Там жидкость сдавлена, там материя полностью уплотнена. А вы знаете, ещё один, я очень люблю смотреть ролики американские о том, что, ну, некоторые исследователи, они берут различные физические, там, теории и начинают их проверять. Проверять, а правда это или нет? Так вот, они проверили. Они, правда, в шоке были от того, что они проверили, но я вам расскажу. Они взяли вагон, металлический вагон, в котором перевозят нефть. Толстые стенки вагона, представили, огромную цистерну, да, и её поместили в стеклянную такую площадь, полностью изолированную, видели, нет? И начали откачивать воздух. Знаете, что они хотели увидеть? Чтобы вагон взлетел. Это же вакуум. Они ждали, что он взлетит. Они считали, на какой секунде он взлетит, а он не взлетел. Его сплющило. За секунду, хоп, и вагона нет, как будто на него упала огромная, многотонная какая-то штука. При этом стеклянный бокс не изменился, вакуум воздуха нет, а он превратился, цистерна превратилась просто в металлолом. Так подождите, есть ли там вакуум в космосе? Почему у нас существует атмосфера, газы, вода, и мы почему-то сидим здесь достаточно свободно? Почему, если там вакуум? Значит, там вакуума нет, и ещё одно враньё. А помните один из ссадников Апократис? Что? Лже-учителя, лже-знания, лже-теории, многое другое. Там всё-таки действительно озон, да ещё и в жидком состоянии. Поэтому у них костюмы какие? Они не уберегают их от радиации или огромной температуры, как они говорят, они их уберегают от холода. Вот и всё. И ничего более. И когда мы говорим о том, что они там летают в космосе, они просто плавают в этом космосе, в этом кисельном море, скажем так. Возвращаемся обратно. Горели леса. Углерод поднимался наверх. И углерод связывался вот с этим киселём. И образовалось химическое соединение С3А6О3. Кто не знает, это соединение называется молочная кислота. И вот эта молочная кислота молочными реками, дождём, попала в океаны и начала кодироваться. Океан же, помните, он стёрся, вся информация ушла. И эта молекула CH попала в воду и начала воспроизводить новую форму жизни. Для этого были созданы эти калавраты, калавраты апокалипсиса. Но следующая цивилизация будет загружаться через ртуть, а не через воду, потому что вода не кодирует металлы. А где у нас самое большое содержание ртути? Чёрное море. Поэтому все сейчас воюют вокруг Чёрного моря. Они хотят свою пилюльку туда загрузить, чтобы свою форму воспроизвести. Только форма эта не от них зависит. Она зависит от всей цивилизации, от всех эпох, от всего, скажем так, зверинца. Что интересно отметить? Вот этот озон, он стоит на кислороде, а кислород стоит на атомарном кислороде. Это те самые титаны, которые держат небо. Мы помним, что озон – это минус 110 градусов. Холодно, да? Что делают люди? Они уменьшают количество кислорода. За счёт чего? Заводов, за счёт добычи всевозможных сланцевых газов. Они же всё сжигают. Мы курим, мы пьём, мы всё делаем, да? И всё это разрушает тот самый прослойку кислорода. Она начинает истощаться, её становится всё меньше и меньше и меньше. И чтобы её удержать, нам нужно предпринять очень важное событие. А вот представьте, кислород уменьшается. Что происходит с озоном? Он опускается. Вот почему сейчас приходит ледниковый период. Нас заморозит наше собственное небо, которое падает. И чем дальше мы будем расходовать кислород в таких неограниченных количествах, тем быстрее упадёт то самое небо на нас. Но природа тоже не глупо, она жить хочет. Ещё 475 лет как можно жить. Что она стала делать, природа? У неё есть последний шанс. Это атомарный кислород или вода, мировой океан. Она начала топить ледники и увеличивать количество атомарного кислорода, чтобы сократить вот это расстояние. Таким образом, чем больше она растопит, чем больше она условно затопит, тем дольше природа проживёт. А вы знаете, да, вы все пьёте коктейли, там, конечно, лёд, вы кидаете в стаканчик, и он как начинает таять? Он начинает таять с конца. А как тают ледники у нас? Их как будто ножом режут, да? Недавно откололся айсберг величину с Францией, его как ножом разрезали в море и начинают топить. А за счёт того, что у нас эта система разрушается очень быстро и ледники тают очень быстро, это естественная защита самой природы. Так вот, всё-таки, когда же начнётся тот самый апокалипсис? Когда мы сменим эпоху Цефея, а у эпохи Цефея, между прочим, код на эти какой, 588, её площадь Цефея 588 квадратных километров, а значит, через каких-то там несколько тысяч лет вот этот апокалипсис будет звучать как «Имеющий разум почти число зверя, ибо число это, не знаем, кто победит, число это 588». Вот так будет звучать уже очень скоро, когда перепишут эти книги. Так вот, есть одно пророчество. Мы его обнаружили совсем недавно. Обнаружили мы его исключительно благодаря тому, что мы знаем, ну, не очень хорошо, но знаем английский язык. Есть у нас лидеры государств. Эти лидеры государств у нас какие? Китай, Китай, Германия, Германия, Англия, США, Россия и Англия. Вот я в этой последовательности перечислил. Давайте запишем, как зовут глав этих государств. У Китая это Си, Цзинь, Пин. Дальше Германия. У Германии Ангела Меркель. Ангела Меркель. Дальше у нас идет глава США именно в этой последовательности. Это у нас Дональд Трамп. Многие спрашивают, он правильно пришел или неправильно. Это что-то значит? Значит. Это значит конец света. Дональд Трамп. Ну, я люблю успокаивать. Дальше у нас идет Владимир Путин. Владимир Путин. И последняя королева Англии Елизавета Вторая, которая звучит Элизабет Ту. Я ее запишу. Е Сейчас забыла, как Е пишется. Вот так. Е Ли За. Я ее напишу, как она звучит на английском языке, чтобы у вас не возникало сомнений. Элизабет Ту. Вы правы. Спасибо. Кто сказал? Я тоже читала, но никак еще подтверждено. Нет, это уже подтверждено, да. А, что обсуждается? Что Елизавета Вторая уже умерла. Да, она умерла в 2015 году. Ух, давно. Да, да, ее похоронили в Москве, потому что она родинам отсюда, да, ну и так далее. Да, 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 ее похоронили здесь. В 2015 году. сразу, естественно, начали так, подождите, а кто дает интервью, да? Это запись. Это запись. Лучится, да? И, конечно же, она оставила очень много видео. Причем, в большинстве случаев видео уже не соответствуют временным рамкам, и оно как бы, ну, вызывает смех, потому что это событие его не было, или наоборот было, она почему-то об этом не говорит. Более того, она еще ни разу за эти два года нигде не была лична. то у него болеет, то на то, то он уехал, то еще что-то, он голубей кормит, и еще любые отговорки, лишь бы только она не присутствовала на самых важных событиях. Она умерла слишком рано, так получилось, да? Она должна была умереть в 2017, а ушла раньше. Почему? Потому что в 2015 году ее внук должен был прийти в ООН. Ну, я рассказывала, да, в роликах, но этого не произошло, потому что она ушла слишком рано. А не теперь, из-за чего с этим делать. Но суть не в этом. Давайте вернемся здесь. Си Цзинь Пин это to see the sign the sign pin. Си Цзинь Пин to see the sign pin. Да? Идем дальше. Ангела Меркель Angel Маркс All. Angel Маркс All. Дональд Трамп Дон Ленд Трамп Владимир Путин Блари Майя Пут Ин to я переставлю назад, да, to last death Добавлю некоторые частички, которые нужны в английском языке. И мы получим to see the sign pin. The angel marks all the down land by the Trump that bloody mire to the last death. Что в переводе с английского языка означает чтобы увидеть конечный роковой знак, ангел пометил знаком кровавых болот, сотворенной им земли, что неизбежно приведет к смерти. Помните в Библии кровавые реки и так далее. Вот оно, пророчество. Все пять фигур встали в необходимое положение, чтобы произвести видоизменения нашей системы. А меняться она будет с самого конца. Сначала это вторая, мы уже обсудили, она уже. Потом будет Владимир Путин, потом Дональд Трамп, потом Ангела Меркель. И когда с политической арены уйдет Синь Цзиньпин, начнется конец света. Мы совсем недавно для телеканала Домашнего делали очень большое интервью. Четыре часа писали прогноз на 2018 год. Когда позвонили директору, искал телеканал Домашний, прогноз на 2018 год, первый вопрос, как вы думаете, какой? Вы уверены? Это телеканал Домашний. Мы про котлеты не рассказываем. Мы рассказываем серьезные вещи про конец света и про такие события. Они говорят, мы уверены, наши зрители готовы. И мы записали. У них, конечно, был шок. И в самом конце они задали вопрос, который реально относится к телеканалу Домашним. Будут ли разводы? Вопрос. После всего того, что я сказала, это единственное, что имеет значение для вашего телеканала. Так вот, этот прогноз, к сожалению, мы не имеем права выкладывать до момента, пока он не видит в эфир. А в эфир он выйдет 30 декабря на телеканале Домашнем. Будет, скорее всего, 2-3 часа рассказов. И мы выложим 31 декабря. Вы посмотрите, что будет в следующем году. Маленькая зарисовочка. Ну, сухари. Давайте, готовьте сухари. Пора. События действительно будут очень сложные, неприятные для человечества наша задача объединиться. Что нам нужно все вместе сделать? Первое, что нужно, это спасти кислород. Таким образом, мы, по крайней мере, что, отсрочим всю ситуацию. Чем более правильный образ жизни мы будем вести, тем будет лучше для нас самих. Ну, и, конечно, не поддаваться ни на какие провокации, революции и все прочее. Я на сегодня уже свою лекцию закончила. Если у вас есть вопросы, я готова на них ответить. Да, можно поподробнее немножко, что ждет нас в 2018 году? В 2018 году самые глобальные события 2018 года это затопление США. Это огромное количество землетрясений в Китае и в Израиле. Я никогда не слышала об этом, но, тем не менее, во Франции будет очень такая странная революция. Мы ее назвали генезисная революция. Она практически уничтожит всю Францию. И с момента, когда пойдет Франция, автоматически пойдет Сирия и начинаются войны уже непосредственно в России. В апреле очень большие потрясения связаны с финансовой системой в России, имею в виду. В августе подготовка к революции, сентябрь зачатки революции, октябрь революции. А ноябрь война. И, соответственно, декабрь уже серьезная стадия войны. Но это в том случае, если мы что, поддадимся на революции. Если не поддадимся, никаких событий таких не будет. Есть некоторые регионы, я не могу сейчас много говорить, потому что выпуск будет только в декабре. Есть некоторые регионы, которые восстанут против всей страны. Они начнут бодоражить. Дальний Восток будет очень страдать. Крымская часть, Краснодарский край. Очень много будет наводнений, других событий. Так что следующий год, поверьте, очень веселый. Да, очень много будет событий. Что касается Европы. Куда не ехать отдыхать? На Северный полюс. Общий совет для всего абсолютно. Что касается Европы, Европа будет охвачена болезнями. Очень много болезней. Будут очень большие предпосылки к распаду Евросоюза, особенно в июне и в июле. Там прям знаки очень такие конкретные стоят. Ну, в Украине, кстати, все хорошо будет. А Германия? Германия тоже более-менее. Удивительно, но в следующем году Франция будет вливать большие деньги в Украину. Прям такие потоки финансовые, что хочется прям подставить что-нибудь. А Германия, ввиду того, что она в следующем году будет, по сути, финансово отвечать за благополучие всей Европы, она практически разорится, потому что она не будет знать, кому совать деньги, чтобы спасти всю эту ситуацию. Но здесь, опять-таки, я уже сказала, мы отсрочили Третью мировую войну. Это было 25 лет тому назад. Сейчас события, они слишком уже подготовленные к этому. Ведь система, которая ждет, она что? Копит потенциал. И если уже сложились все системы и говорят, что надо открываться, потенциал накоплен, все пойдет намного быстрее, чем это было бы как раз 25 лет тому назад. мне важно было другое в этой лекции. Мне важно было, чтобы вы перестали бояться число 666. 666. Да-да. А в остальном это было бы? Ну, поймите правильно, все это можно изменить. Любой таронумеролог вам скажет, что любой знак, он может быть как в плюсе, так и в минусе. Семёрка в минусе означает, да, это аварии, это катастрофы, ну, это переломы, так и далее. В общем, мы там изучаем очень много. Но семёрка в плюсе – это что? Это реактивное движение вперёд, это научное сообщество, это новые научные открытия. Ведь вы знаете, что, оказывается, была открыта ещё одна планета. Вы знали об этом? Нет? Параллельной Земле, да. Здесь прям кто-то очень прям такой… На нашей орбите находится ещё одна планета. Это абсолютная Родана за Солнцем. И эта планета полная противоположность нам. То есть, если у нас, где всё плохо, допустим, у них, наоборот, всё хорошо. И вот так. Но беда в том, что у нас тут считается как хорошо, а у них плохо. Вот в Шумере эту планету назвали Нибиру. Да, вот она абсолютно одинаковая нам. Мы не её увидим, мы увидим космические корабли с этой планеты. Но они подлететь к нам не могут, у нас же купол. Нас защищает купол Земли. Поэтому нам бояться особо нечего. Нам нужно бояться, что внутри происходит. Надо за этим следить. Что? Внутри, внутри купола, на Земле, да. Что мы сами, по сути, творим, да. Поэтому колесничий, он нас проверяет. Помните, четыре всадника. Он проверяет, он показывает нам обратку, как мы будем на неё реагировать. Если мы будем реагировать правильно, и мы осознаем свои ошибки, откажемся от топливных технологий, и придём к чему? К бестопливным технологиям, то есть холодному ядерному синтезу. Учёные же всё открыли. Этим нужно только начать пользоваться. Планета вычистится очень легко. Ну, потопятся некоторые территории, потому что иначе как небо держать, по-другому не получится. Но зато действительно всё можно выправить. У нас 475 лет на это. Но всё идёт к чему? К ядерным войнам. Вот все боятся, что взорвётся Елустонский вулкан. Слышали, да? А он как может взорваться, если это не тот вулкан, про который нам говорили? Но зато, когда начинают сдвигаться материковые плиты, его что? Выдавливает. Ну, как из шприца. Выдавит действительно наружу. Но, опять-таки, это неизбежный процесс, но он не настолько катастрофичный, как нам говорят учёные. Это не так опасно. Земля сойдёт с оси ещё не скоро, на 12-й эпохе, то есть через 5000 лет. Поэтому мы изучаем арканы. Арканы Таро – это и есть история мироздания, это и есть тот самый апокалипсис. Вы изучаете. Вот сейчас вы, особенно кто занимается Тарой, вы посмотрите на арканы по-другому. Там же всё закодировано. Вот, например, 12-я эпоха – это созвездие рыси. Рысь, ну, кошка, да? А как изображается? Женщина гладит кого? Льва. А почему так назвали? Знаете, почему рысь назвали рысью? Потому что учёный, который открыл это созвездие, он говорит, надо иметь просто острый взгляд, как у рыси, чтобы открыть подобное созвездие. Все эти карты, они полностью закодированы. Там вся абсолютная информация есть обо всём мироздании. Главное, чтобы мы понимали, что это значит. А вот теперь подумайте. Вот вы после того, как вы знаете, что карты Таро объясняют калаврат или апокалипсис, они показывают форму жизни, цивилизационные коды, всё такое. И вы приходите, дай-ка я разложу, будет у меня завтра свидание или не будет? Да или нет? И что вам скажут карты Таро? Нет, они скажут, допустим, будет. Но ты спроси чего-нибудь помощнее. Ты спроси, когда будет конец света или когда будет, наоборот, возрождение. Помощнее спросить сразу. Да, сразу. В одном из роликов Третья мировая и Ульяновск как-то связываются. Да, есть такое дело. Я из Ульяновска, поэтому что-то он теперь сделает. Ах, вы оттуда приехали. Я из этого приехала. Но кто-то у вас, кто-то из от Териков послал меня нелегатом. Правильно, всё правильно. Дело в том, что в Ульяновске находится база НАТО. А у нас... Её нету, моё жилье убрали. Есть она, всё это есть, всё это сохранилось. Просто... Площадка есть, да. Ну, может, перенесли, но в любом случае она там есть. И если наступит событие, база НАТО уже там. Им нужно просто взять оружие и пойти против. Поэтому, опять-таки, давайте не будем думать о Третьей мировой войне. Почему? Потому что, чтобы её остановить, нужно всего лишь не выйти на улицу. Вот и всё. Наша задача... Сейчас, секундочку. Наша задача думать о другом. Думать о том, как устроено мироздание, насколько красиво эзотерика, насколько в ней всё связано. Ведь мы сейчас говорили с вами о чём? О химии. Мы говорили об истории. Мы говорили о картах Тара. Мы говорили о созвездиях. Вы представляете? И всё это – это единый контекст. Цифра 7 и число 666 – это одно и то же. Говорят об одних и тех же событиях. Нам просто нужно научиться соединять информацию. Да. Вопрос, а почему при написании этой фразы вообще мы взяли за основу английский язык? Он же, в общем, не такой древний, да? И зачастую вы обращались к древнеславянским названиям событий, персонажей. Но фразу эту мы почему-то расшифровали на английский. Спасибо. Замечательный вопрос. Я это упустила в лекции. Ещё раз. Что произошло в 1492 году? Открытие Америки. США и английский язык несёт информацию о гибели планеты. А русский, славянский язык, наоборот, о возрождении. Поэтому, когда нам нужно просчитать события катастрофического характера, мы берём английский язык. Когда нам нужно говорить о возрождении, о новых эпохах, о каких-то новых знаниях, мы берём русский язык. Там вся информация. Русский, яйский, английский, иньский. Вот тоже прям здорово. В общем, нужно просто понимать, что каждый язык – это же, опять-таки, это числа, это цифры, это цивилизационные тоже коды. И когда мы понимаем, как всё устроено, мы знаем, как что брать. Ведь, опять-таки, те же карты Тара. Есть Тара, отвечающая за прошлое воплощение, есть Тара, отвечающая за прогностику, Тара, отвечающая за родовые грегоры и так далее. Много. И когда вы гадаете, вы гадаете разными колодами. То же самое мы считаем то цифрами, то числами, то английский язык, то русский язык. И, к счастью, китайский не приходится брать. Но в любом случае мы берём разные параметры. Потому что мы понимаем, что это не разные вещи. Это контекст событий, которые мы должны уметь читать. Есть ещё вопрос? Да. Скажите, пожалуйста, а вот когда, соответственно, душа проживает все воплощения, она куда вообще переходит или что с ней происходит? В зависимости от того, как она жила. Потому что если душа жила чисто и светло, её вибрационный поток не соответствует, допустим, планете Земля, она уходит в другие измерения или другие планеты, где вибрации соответствуют. А если она соответствует, она остаётся. Если хуже, то тоже уходит на другие измерения, другие планеты. Вообще душа одновременно живёт в нескольких измерениях. Знаете, да, об этом? Потому что у нас всё, условно говоря, дуально. Есть электрон, есть протон, есть положительная, отрицательная энергия, материя, антиматерия и так далее. То же самое и души. Если вы живёте здесь и сейчас, то параллельно в это же время живёт ваша душа в другом теле. Поэтому вы иногда во сне переходите, знаете, иногда просыпаетесь, а где я, а что, а какой день недели? Вы слишком далеко зашли туда в то время, в то второе измерение, а когда вернулись, душа не поняла, она сейчас где, там или здесь. Если человек погибает в этом измерении, он автоматически погибает в других измерениях. Так, к сожалению, работает вся система. Ну, а есть души, сейчас секундочку, которые уходят действительно очень далеко. Вот в Бурятии, да, существует человек, который в 70 лет, помните, его пролежал, его откопали и так далее. Почему тело, сколько? Тело почему так живёт до сих пор? Потому что его душа ушла в более светлое измерение, а душа может полностью освободиться только при перезагрузке системы. Я думаю, он не случайно попросил его откопать сейчас, потому что он знает, что скоро будет перезагрузка, да? Я думаю, что из-за этого. Да, у вас где-то вопрос был. А правда, что из детей индиго готовят терминаторов? Я леплюсь. Из детей индиго готовят терминаторов? Да. Так, наверное, вы что-то соединили. Выступал, и он не скрывал их, а только что у нас. Ну, во-первых, смотрите, терминаторы, терминаторы – это кто? Это роботы. Или металлическая форма жизни. Индиго некоторые действительно приходят из будущего воплощения, у которых 3-4 число – минусовые знаки. А эти существа будут жить чуть позже. После перезагрузки системы, когда церий войдет в свою, скажем так, ипостасию, будет выбрано тело, и через ртуть, не через кислород, а через ртуть возродится система. Это будет через 5-6 тысяч лет, не сейчас. Поэтому индиго не надо, не приписывайте им терминаторов. Да. Что означает созвездие на теле? А, хороший вопрос. Созвездие на теле, ну, вы имеете розеньки, да, которые формируются… Да, есть и Персея, есть и Пегаса, нам очень много. Только, пожалуйста, не высылайте фото на электронную почту. Пожалуйста. У нас тысячи фотографий всяких разных. Некоторые прикрыты, но все равно видно. Вот, поэтому давайте… Побольше про Большую Медведь. Да, сейчас побольше про Большую Медведь. Хороший вопрос. Так вот, созвездие на теле показывает, в каких эпохах вы уже жили. Вот Большая Медведица, у нее тоже, кстати, углеводородная форма. То есть вы жили уже в этом теле. И вы жили когда-то, когда… Что? Три больших, значит, три раза жили. Вот просто откройте, мы когда будем монтировать ролик, мы эти созвездия просто покажем. 22 созвездия, они прям точно так же, как зодиакальные созвездия, они идут один за другим. Но единственное отличие, что зодиакальные созвездия, они ровно описывают круг. А эти созвездия, они описывают спираль. И во время как раз Большая Медведица, потом Малый Медведица, они уходят в центр и выходят на другую сторону, как песочные часы. Одна спираль, и через точку вторая спираль. Просто вы жили в эту эпоху в свое время. Сейчас мы живем в эпоху Возничего, в теле Возничего. Помните, Малый Круг, Средний Круг, который вращается быстрее, а этот вот так вращается. Мы вообще по созвездиям гадаем. Но, правда, на лице. Вот, да. Соответственно, вы можете на лице видеть некоторые созвездия. Они кто на левой, то на правой стороне. Мужская, женская сторона. Те или иные созвездия, они даже меняются. Родинки в течение жизни меняются. Какие-то уходят, какие-то появляются. А так как мы знаем значение каждого созвездия, мы можем сказать, что это значит. Вообще, настоящий эзотерик может погадать даже на фломастерах. А какая разница? Если фломастеры лежат здесь и сейчас в таком-то положении и так далее, это все имеет значение. У нас буквально вот в Питере возникла ситуация во время семинара, я оговорилась. Мне попросили прочитать фамилию там родовой Грегор. Я начала рассчитывать и оговорилась. Я прям стою, не могу, мне рука не пишет. А потом выясняется, что у девушки действительно была сменена фамилия. И как раз сменена в этой точке. То есть не бывает у эзотерика ни оговорок, никаких мыслей таких вот наплывших. Все это является информацией. Вот этим и отличается ученый от эзотерик. Ученый так мысль отбросил, цифры говорят так. Эзотерик нет. Что там ты сказала? Ну-ка еще раз дай повторю, запишу. Все имеет значение. Поэтому гадать можно на абсолютно все. Вокруг нас цифры. Цифры воплощаются кому-то в звук, они слышат. Кому-то в цвета, в образы и так далее. Все это цифровая матрица. Да. Скажите, пожалуйста, вы часто говорите, да, что человек перерождается в одном роде в своем. Каждый сходе у нас в два года, да? Ну, условно, да. А вот в каком роду перерождается? В роду своей, соответственно, матери или отца? Или как они перетенены? Родов, по сути, у нас пять. Я про эти роды говорю. Я сейчас говорю не столько о родах, сколько о народах. Вот, да. Ну, раз она белая считается, а вообще, помните, как у нас створение мира в звездном храме? Вот он, звездный храм, это вот как раз та самая война, которая происходила. Звездный храм. Она так и называется. Соответственно, мы дети что? Звездных богов. Опять-таки, звери и так далее. Это все идет оттуда. Звери, звезды, это все оттуда. Все эти названия. Поэтому, когда я говорю, что мы воплощаемся в одном и том же роду, я имею в виду народе. Я говорю о народе. Тот же самый народ. Поэтому очень большая проблема возникает у метисов. Им к какому роду идти? Особенно, когда очень много идет скрещиваний в будущем. Ну, давайте еще раз. Раньше, раньше на земле не было фамилий. То есть, родовых эгрегоров не было вообще. Мы все жили в одном едином роду, который подразделялся на таланты, но не на эгрегоры, которые существуют сейчас. Они шпылись-то совсем недавно. Поэтому в каждом роду были и целители, и знахари, и эзотерики, и маги, и колдуны, и воины, и спортсмены. Все-все-все были в одном роду. И вот представьте, вы растите ребенка. У ребенка многогранные таланты. И первый, и второй, и третий, и четвертый, и пятый, и так далее. До 22 арканов. Вот он в этой жизни может все. Он талантлив во всем. Когда он уходит в астральный план, раньше все 22 аркана подгружались в его род. А сейчас только тот, который носит. Из 22 его талантов записан будет только один. Ну, например, третий. А все остальное отбрасывается. Потому что это эгрегор. Он не пускает эту информацию. Поэтому сейчас очень часто происходит вброс нулевых детей. У кого третье, четвертое число, нулевые. И за счет них происходит запись, полная запись всей информации на эти родовые эгрегоры. В нижней строке Пифагора. В этой системе. Поэтому особенно очень это заметно, когда мы по той же Пифагору, мы считаем будущее воплощения. И там видно, как знаки эти переходят из одного знака в другой знак. Когда мы их соединяем, это очень видно. Поэтому, когда мы говорим о том, что у нас родовые эгрегоры – это зло, мы так и подразумеваем. Это эгрегор точно такой же, как и любой другой. Ну, эгрегор не очень хороший, оккультный, магический и так далее. А как от него включиться? Не носить фамилию, но как? Вам уже... Почему сейчас так много практик по родовым энергиям? Подождите. Родовые энергии и родовые эгрегоры – это разные вещи. Мы сейчас с вами говорим о том, что вы свою энергию отдаете на какую-то некую флешку промежуточную. А дальше эта флешка, вместо того, чтобы загрузить полный объем информации в информационное поле рода, она это только одну энергию. Остальное убирает. Вот о чем мы говорим. Более того, вот, кстати, ко мне подходили, поменяли имя, да? Кто-то спрашивал. Вот имя менять нужно, даже хорошо, потому что имя – это цель жизни. Вы меняете имя, вы меняете цель своей жизни. Чем больше меняете, чем более многогранно интересна будет ваша жизнь. Возьмите себе псевдоним – это второе имя. Никнеймы – это еще одно имя. Это все меняет вашу жизнь. А фамилию менять не надо. Фамилия – это новый Грегор. Это новые задачи и обязанности, которые должен выполнять человек. Да. Что мы можем сделать, чтобы заходить в нашу страну? Благодарю. Хороший вопрос. Что мы можем сделать, чтобы спасти нашу страну? Ну, во-первых, нам нужно научиться ее вновь любить. Ну, нужно ее уважать за ее красоту, многообразие, за то, что мы… Ну, не то, чтобы самые большие, мы самые значимые, потому что весь мир вокруг нас крутится. У нас все полезные ископаемые, у нас самые талантливые люди. Мы говорим на русском языке, на котором говорит вся Вселенная. Ведь любую информацию можно раскодировать через русский язык. На одном из лекций я показывала, помните, круг созвездий, как читать эти созвездия на русском языке. Наша задача, наконец-то, научиться ее любить, нашу Родину, и защищать, и не поддаваться никакие провокации. Вот, опять-таки, если вы помните, у нас были свои цари, потомственные, настоящие русы, славянины, а потом появились новые римляне или романовы. А кто у нас сейчас носит фамилию, похожую на новых римлян? Но-ва-… Ну, политик. Навальный. Навальный. Это новый римлянин, это новый мировой порядок. Поэтому, говорю, просто думайте, и все, и доверяйте своей интуиции. Вот, наверное, так. Спасение Руси лежит внутри самого человека, внутри его духа и в желании возродить Русь. Откуда она будет возрождаться? От наших потомков. От правильного воспитания детей, от понимания законов Рита, от уважения к природе, о возможности идти по роду. Правильно? Об изучении русского языка, ну, об удовольствии говорить на русском языке. Тут целый список всего того, что можно сделать, чтобы легко нам всем, не входя ни в какие политические дебаты, спасти нашу страну. Да. А лучше как повлиять на правительство? Потому что такое образование ухудшилось. Слизывается в состоянии… Образование ухудшилось. Я правильно понимаю вопрос? Очень просто. Вот вы знаете, есть такие детки, рахнутые дети, 13-е. Вот эти дети, они всегда идут вопреки, им не нравится учиться в школе. Очень не нравится. Отлично, замечательно, пусть не учатся. Чего они там узнают? О том, что в космосе вакуум? Об этом они узнают? Лучше давайте им истинные знания. Давайте им маленький пример. Я просто в свое время хотела подготовить лекцию по истинной математике, но пока не буду. Чуть попозже. Если вдруг у вас возникнет желание все-таки узнать, что такое математика, не та, что в школе, вы комментарии напишите, я подготовлюсь. Но я маленькую зарисовочку сделаю. Все дело в том, что для этого мне нужно вам сказать, что вся математика неправильно стереть все. Вот так же, как сегодня про 666, да? И просто рассказать о другом. Ну, есть такой ученый древний, звали его Декарт. Слышали, да? Декарт создал что? Декартовую систему координат. Однако в своих дневниках он писал, что он ничего не создавал, а взял у северных народов. У нас. У нас все все берут. Китайцы взяли китайскую школу номерологии, хотя она русская, да? У нас взяли все знания, многое другое. Нам даже говорят, что Византия находилась на юге. А знаете, что такое Византия? Это Санкт-Петербург. Это Санкт-Петербург. Да, это Санкт-Петербург. Поэтому они дошли так быстро. Так вот, я вам рисую эту самую систему координат. Систему координат. Ну, может быть, чуть-чуть не точно нарисовал, но смысл вам будет понятен. У нас есть... Давайте так. Я напишу сначала, как это было до того момента, пока не пришли они и не изменили. У нас здесь стояла буква Д. Здесь был У, да? И, соответственно, Х, или буква Х. Смотрите. Дух. А он изменил на букву З. Она практически так же пишется. И получил З, У, Х. А был Дух. Когда система вращается правильно по часовой стрелке, образуется Дух. И наше трёхмерное пространство – это духовное пространство. Видите, как интересно? А если оно вращается как раз наоборот, то образуется что? Худо. Поэтому говорили, что худо – живёшь. Духа нет, он умирает. Что ещё интересно? Был такой живописец, кто писал красивые картины, они были живыми, да? А был художник. А у нас в выставке художник с мировым именем. Мы, понимаете, мы говорим даже неправильно. Так вот, эта система, она была как раз из Руси взята. Она была переврана вот этими самыми греками. А знаете, что ещё интересно? Если вот так вот соединить, у нас появляется один значок. Да? Мерседес. А оно на самом деле другое. В кола – дух. В о находится – дух. Воз – дух. Видите, как красиво? Наша математика, если её правильно читать, она очень хорошо описывает тоже пространство. Там столько символов невероятных. Поэтому я хотела со временем подготовить лекцию, посвящённую только математике. Но она такая сложная немножко, но зато там есть понятие произведения, суммирования, сложения. Это разные операции деления. Это всё абсолютно разные математические операции. Не надо, пусть детки не ходят в школу. Чем хуже они будут учиться в школе, тем лучше для них. В первой нашей книге, да, «Мы из матрицы». Мы же там чуть-чуть немножечко затронули химию. И показали, что химия неправильная, физика неправильная. Лучше обучать их образному мышлению. Очень много книг сохранилось. Они действительно нас лишают образов, введя образование, введя тестовую систему, чтобы мы отключились от образного мышления. А философствовать сейчас запрещено, самим собой говорить запрещено. А как, приятно же поговорить с умным человеком же, правильно? Нет. И вот всё вот это, они всё это, к сожалению, специально навязывают. Я говорю, подмена понятий. Нам навязали мнение, что 666 – это плохое число. А это число нашего кода. Мы должны его любить так же, как любим свою дату рождения. И всё это нужно просто понимать и чувствовать, сомневаться. Есть вопросы? А что тогда детям рекомендовать сейчас читать? Вот средний школьный вуз. Сказки. Вот опять-таки руссконародная сказка про семеро козлят. Вы видите, как она красиво раскрылась? Она описывает созвездие Возничьего. Нужно просто с детками действительно заниматься. Пушкина читать. У Пушкина просто кладенец знаний. Там столько информации. Лучше пусть они сидят в интернете и смотрят ролики о Пушкине. Ведь много действительно авторов, которые интересные вещи рассказывают. Чем они будут читать, заучивать и не понимать, о чём там говорится. Особенность стихотворения к Чаадаеву. Перечитайте ещё раз. Математика сложнее, потому что из математиков у нас сейчас существует Рыбников Юрий Степанович. Знаете, да, такого? Он сейчас ушёл немножечко в политику. Но мы уже на семинаре, мы часто его разбираем на семинаре. Потому что у него особенный знак есть в дате рождения, который влечёт его в политику. Он очень переживает за человечество. Но он гениальный математик. Он всё объединил. Вот даже элементарно возьмём ту же самую химию. Нам вот говорят, что атомы, да, вот там существуют протоны, нейтроны, да, они объединяются. Вокруг них летают электроны. Всё так красиво, так описали, так замечательно. А на самом деле всё не так. Абсолютно не так. На самом деле всё вокруг нас есть эфир. И никаких электронов в этом эфире, ну как, их нет, они возникают. Кстати, слово, сейчас секундочку, есть слово «возничий», «возничий», а слово «возникают». Это от него пошло. Вот на английском языке, помните, я говорю слово «чар», «чариот», «чар», «чары» тоже произошло от него. А в номенклатуре учёных в астрономии созвездие «возничьего» это «аурига», отсюда слово «аура» и так далее. Очень значимы для нас слова, они имеют большое значение. Так, какой был вопрос? Что? А, эфир. Вот как находится эфир? Эфир – это такие шарики. Чтобы вы понимали, как устроен эфир, нам необходимо зайти с вами в детскую комнату игровую. Помните, там шарики, и детки там в них купаются. Вот то же самое находится. Только вот это всё – это молекула эфира. Молекула, 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 очень много-много-много молекул эфира. И если вы читаете про них, то молекулы эфира, они абсолютно скользкие, скажем так. То есть не возникает никакого трения. Они, когда между собой соединяются, они просто проскальзывают. И даже если они сдавливаются, они точно так же отталкиваются. То есть упругость у них вообще просто великолепная. Эфир, он находится всегда в состоянии покоя. Пока что-то, какая-то мысль, форма, то есть некая внешняя энергия не начинает на него воздействовать. Вот если, например, из этой системы взять вот этот эфир, маленький шарик, и просто ткнуть его вот так вот, знаете, как кием, ткнуть туда, в ту сторону. А так как всё это абсолютно скользкое, и он начнёт двигаться с бесконечной равной скоростью, абсолютно одинаково. Вот когда он двигается с этой равной скоростью, он соприкасается вот с этими элементами и образуется вот здесь, образуются электроны. А ещё они, бывает, между собой вибрируют, кто-нибудь толкнёт, вот он туда-сюда, туда-сюда, образуется вот эта вибрация, туда-сюда. И на момент образования вот этой вибрации они расходятся по кругам, вот так. Где-то более плотная вибрация, туда-сюда, где-то уже более разряженная. И вот таким образом они расходятся. А когда они расходятся, они начинают отталкивать другие эфирные шарики. Здесь образуются электроны, которые вращаются. Вот они, эти орбиты. Это всё воздействие эфира друг на друга, всё, больше ничего. Вот, например, чем интереснее, почему так важны на нашей планете два химических элемента? Это кислород и ртуть. Знаете, почему? Любой химик вам скажет, что это два абсолютно уникальных химических элемента. Вот нам говорят, что у нас вот так соединяется кислород, и тут у нас две молекулы водорода. H2O, две молекулы водорода. Нам говорят, что они так соединяются. А на самом деле энергии соединяются совсем по-другому. У кислорода у него вот такая энергия, вот так. И она как пазл соединяет себя в следующие молекулы. Как пазл, они как встают один в один. Поэтому молекула кислорода, соединённая с водородом, самая прочная молекула из всех. Она в стык входит. Все остальные молекулы, они просто рядышком стоят. А здесь образуется такой ключ, замок. Точно такой же замок у сочетания ртути и серы. Вот почему она такая вязкая, связанная. И вот эта система, вот на этом трене, здесь образуются огромные потенциалы энергии. Если в эту энергию запустить любую молекулу, там CH, например, да, или CERI, то образуются какие-то системы, или кремния сюда опустить. То же самое будет у молекулы, соответственно, ртути и серы. А у нас в Чёрном море как ртуть, а потом что? Сера. И пока вот эта крышка существует, они хотят её взорвать, кстати, пока она существует, сера не соединяется с ртутью, не образуются новые какие-то формы жизни. А сейчас действительно всё идёт к революции в плане действительно, что по сути, что эволюционер? Давайте порассуждаем. Что сейчас на планете Земля эволюционирует? Человек? Растения? Машины? Техника эволюционирует. И они уже практически создали тот самый мозг, скажем так, компьютерный, который будет думать сам. Им всего лишь навсего нужно взорвать Чёрное море, опустить туда вот этот элемент микросхемы, да, компьютера, и тогда выйдут уже действительно, как у Пушкина, из Чёрного моря выйдут. Новая цивилизация. А кто они? Ну, они, мы их называем масоны, иллюминаты, тайны общества, скажем так. Все вместе, я просто называю их они, и всё. Так, есть ещё вопросы? Вот относительно к вам перехода. Да. Подскажите, пожалуйста, переход из третьего в пятый измерение, что вот и катаклизмы, и всё вот это показывает. Изменения у людей, вот, как бы там многие на себе, наверное, наблюдают. Вот. Ну и маленький вопрос, если всё-таки война начнётся, что делать людям с боевым образом? Не отключить с деньгами или церкви, или за деньгами. Может, и ремень ехать? Ну, я считаю, что мужчины должны защищать родину, а женщины должны защищать роды. Ну, это моё мнение. Так, значит, насчёт пятого измерения, да. Я не очень верю вот в эти третьи и пятые измерения. Я немножко по-другому вижу, поэтому я расскажу, как я вижу, хорошо? Потому что, когда мы говорим о третьем и пятом измерении, что имеется в виду? Имеется в виду струны, имеется в виду частоты, частота вибрации – это астральное измерение. О чём идёт речь? Я вот всегда не понимаю. Но я вижу другое. Вот у нас, я тоже это не раз говорила, у нас есть галактика, я всё время не знаю, как её нарисовать. Материя, когда движется, меняется. Так, и вот так. Ну, я так вот её условно нарисовала. Наша галактика. Вот эти рукава нашей галактики, вот они имеют вот такую форму. Это одна система. Вот она, видите, одна система. А вот это – это вторая система. Вот, одна и вторая. Видите, да? Они между собой соединены вот таким образом. Сейчас, на данный момент, они соединены вот так. Видите в разрезе? Вот, вот так. Но в 2014 году учёные стали говорить о том, что что-то странное творится с галактикой. Она стала раздвигаться вот так. Между ними стала появляться дырка, пространство. То есть, условно говоря, что? Одно измерение, один рукав, стал отходить от другого рукава. Вот так. В центре у нас раньше находилась чёрная дыра. Знаете, да? Это было до 2014 года. В 2014 году мы прошли внутрь неё, и дыры не оказалось. Там сейчас светлая дыра. Ну, белая дыра, скажем так. Почему так? Потому что, когда вы движетесь со скоростью, превышающую скорость света, вы вокруг себя видите только черноту. Света нет, черноту. И перед собой видите тоже только черноту. А вот эта система начала смещаться, она сдвинулась. И за счёт этого мы наконец-то стали видеть истинный свет. Солнце-ра. Свет. Так вот, что происходит сейчас? И в 2032 году система полностью завершит свой цикл. Вот сейчас пока не только чу-чу-чу-ть так сдвинулись. Они потом начнут раздвигаться и отходить. Наши рукава галактики отойдут. Один рукав – это светлый мир или мир энергии. Второй рукав – это тёмный мир или мир материи. Ну, мы так тёмный условно называем. Так вот, действительно, в 2032 году произойдёт реальный квантовый скачок. Сейчас происходит уплотнение пространства. Да, то есть мы это действительно видим. Протон уплотняется, электрон уплотняется и так далее. Это эфир уплотняется. А эфир уплотняется за счёт чего? За счёт того, что небо падает. Это физический процесс. Пока ничего такого эзотерического не происходит. А в 2032 году, когда начнут расходиться рукава, и они полностью отойдут, во-первых, мы станем видеть ярко-светлое небо, озарённое всевозможными радугами и так далее. Потому что Солнце будет полностью попадать к нам на Землю. Вот эта чёрная дырка, она уйдёт. Она полностью отойдёт от нас. И произойдёт что? Пространство раздвоится. Нам всем придётся сделать условный выбор. между материей и духовным миром. Если частота вибрации нашего духа будет соответствовать светлому миру, мы перейдём туда. Если тёмным, мы перейдём сюда. Но это не значит, что мы перейдём с одного поезда на другой поезд. Вы ничего не заметите. Абсолютно ничего. Сколько... Сейчас, секундочку. В американских фильмах о том, что вдруг неожиданно, раз в секунду, тут лежит одежда, человека нет. Видели? Вот это то же самое и произойдёт. Просто мы перестанем видеть то, что вышло в светлый мир, или, наоборот, то, что ушло в тёмный мир. В тёмном мире начнётся тот самый апокалипсис, а в светлом мире начнётся возрождение. Когда меня спрашивают, кто прав, кто говорит об апокалипсисе или кто говорит о возрождении? Оба правы. Вопрос. А? А вы уже приготовились, вы уже здесь. Ну а чего? Подождите. Вот вы же сейчас сидите, знаете, какие вопросы? Как спасти мир? Как спасти Русь? Как возродить? Вы же эти вопросы задаёте. Вы же меня не спрашиваете, где взять деньги? Ну, просто, знаете, я как жена воздвоена, и у нас всё такое служение устроено. Я могу сказать, что когда что-то начнётся, как это отделять? То ли там революцию надо сидеть и вмешиваться, то ли там наших уже убивают, а наших... Нет, пока ещё наших не бьют, не переживайте. Начнём с Украины, с самого ближайшего соседа в октябре 2018 года. Ну я всё понимаю, но воевать-то будут не они, а пришлые. Вот, поэтому мы сейчас о другом. Давайте не будем вопрос в политике затрагивать. Давайте вопрос. Да. Спасибо. 21-й Алькан работает. Вы где живёте, в какой стране? В Греции живу. И вот у меня там хорошо, но душа всё равно здесь, у сердца. И в Греции хожу, разгоняю там и парады. А значит... Давайте ещё раз. Ваша душа в Греции, пусть ваше... В России. В моей сердце в России. В России. Да. И я переживала, и детство у меня... Отлично. Вот соедините душу с сердцем и останьтесь в Греции. Почему? Потому что Греция — это русские земли. Америка, США, ну вы знаете, да? Это русские земли. Грекам об этом не говорите. Не надо. Грекам не говорите. Это русские земли. Живите себе спокойно. Это наша земля. Мы никогда не жили в Австралии, мы никогда не жили в Южной Америке и в Южной Африке. Всё, что северно... Северные люди, северные плушарии... Это всё было территорией Великой Тартарии. Живите спокойно, разгоняйте гей-парады, вы молодец. Да, давайте последний вопрос, и мы заканчиваем тогда. Что о Германии? Давайте так. Просто опять-таки я не могу раскрывать секретов. У нас контракт. Значит, мы создали, мы с Айрен рассчитали конкретный список стран. Прямо конкретный, которые в 2018 году будут охвачены революциями. Какие будут охвачены войнами, какие будут охвачены катастрофами. Конкретный список стран. Что касается Германии, после Третьей мировой войны у нас есть ещё один прогноз. Что будет после Третьей мировой войны? Германия распадётся. Франция распадётся. Украина распадётся. Россия распадётся. Ну, в том виде. Арабские Эмираты. Я не знаю почему, но они распадутся. К чему это, я не знаю. Но будет видно позже. Всё это, весь этот прогноз будет выложено на нашем канале в Ютьюбе. 31 декабря. Да, праздник будет такой ваш. Да, будет, по крайней мере, что отмечать, это точно. Просто очень многие... А, вы задаёте просто. Так, давайте. Кто раскрывает коды? Мага, хранитель. И теперь что делать во всём? Кто раскрывает что? Открывает свои коды. А, замечательно. Вы знаете, к нам многие обращаются. Откройте код мага, код хранителя. Вот. Я просто сразу, отвечаю на все вопросы. Это сделать невозможно. Никогда нельзя открыть дверь снаружи, если замок внутри. Поэтому открывать вы можете только сами. Чем? Своим желанием познать мир. А, что есть для вас? Работать в этом направлении. А чем помочь? Кому помочь? Существует интернет, вы можете что-то рассказать людям, написать статью, выступить там на том же Ютьюбе, собрать людей, рассказать, проконсультировать. Множество вариантов, как вы можете помочь людям. И получается, что благодаря вам, да, таких людей, которые открывают уже становится больше, они же могут помочь, потому что даже в той же России... Могут. Вот смотрите, вот элементарно, да, вот наш центр, мы институт. Мы институт эзотерики. Мы не работаем с вижу-вижу, может быть, слышу, а может быть, нет. Если не вижу, то придумаю. Мы так не работаем. Мы работаем на научной основе. У нас каждый лектор, каждый, а у нас их много, у нас, вот, пожалуйста, в зале присутствует еще раз Мерли, у нас Аида, у нас Оливия Линг, у нас Инна Кузьменко, у нас лекторы все ученые. И мы приглашаем лекторов в наш центр. Мы же не закрыты, мы двери не закрываем, мы предлагаем площадки, мы предлагаем дружицу, содружество. Ведь смотрите, пришла Инна. У Инны Кузьменко есть регресс. У нас есть нумерология. Появилась регресса нумерология. Пришла Оливия Линк, у нее есть что? Руны. У нас нумерология. Появилась что? Руна нумерология. Мы институт, мы объединяем техники. Мы щедро дарим вам эту информацию и продолжаем работать дальше, потому что только разум все сочтет, а не что иное. Поэтому, если среди вас есть действительно очень интересные взгляды, мнения, вы талантливый человек, пожалуйста, приходите в наш офис, у нас офис в Москве, приходите в наш центр, и мы поможем вам раскрыться. Потому что не все люди знают, как. А мы этот путь уже прошли. Когда прошли? Не поверите. Два года тому назад. Еще раз. Нумерологии в России не было два года тому назад. Раньше до нас о нумерологии говорили как? Ну, там Пифагор, там какие-то цифры, не помню ничего. Не было ни структуры, ни системы. Не было прогностики, не было кармы, не было графиков. Ничего не было, пока мы не пришли. Мы на этой площадке в Белых облаках в сентябре, два года тому назад, выступили с лекцией «Нумерология. Код судьбы человека». И мы показали всему миру, что мало того, что нумерология должна, и она обязательно выйдет. Откуда? Из России. Это первое, что было для нас важно. А второе, что нумерология воистину является царицей наук. Только нумерология дает подсказки, сказки о глобальности. Поэтому именно мы, нумерологи, раскрываем вам истинные значения чисел, сакральных знаний, тайных знаний. Мы видим связи, мы математики. Если у вас есть полезная информация для человечества, вы можете оставить заявку на нашем сайте, позвонить, написать. У нас сайт alvasar.ru, и мы готовы слышать, видеть, помогать вам. У нас издательство, мы готовы печатать ваши книги. Мы готовы помогать человеку, чтобы познать все это. Вы провели этот вечер с центром alvasar. Я очень благодарна вам, что вы сегодня пришли. Спасибо вам. До свидания. Меня зовут Герасимова Ольга. Я таролог, профессиональный таролог. Я из Москвы. Лекция меня просто потрясла. Настолько в таком кратком объеме по времени Джулия рассказала столько всего интересного. Просто я на одном дыхании все это слушала. Несмотря на свой уже достаточно большой опыт, я узнала очень много интересного. И хотелось бы еще больше и больше узнавать. Вот прям вот жалко, что она ушла. Хотелось бы узнать о курсах, об обучении, вот как вообще все это дальше с ней контактировать. Очень понравилась лекция. Я, кстати, не первый раз. Я в Екатеринбурге у нее была на лекции, обучалась у нее. И каждый раз узнаешь все новое и новое. Огромное спасибо. Меня зовут Татьяна. Лекция очень понравилась. Живу в Москве. Первый раз была на лекции. Очень интересно. До этого все смотрела по ютубу, видео смотрела также в ВКонтакте. Различная информация такая. Заинтересовалась, поэтому и пришла сюда. Очень интересно. Что-то нового для себя узнали? Очень много нового. Потому что на самом деле, то, что она и сказала Джулия, потому что нужно смотреть назад, чтобы увидеть истину и найти истину. А истины сейчас, как оказывается, не так уж и много. Ее нужно докапываться до нее. Меня зовут Наталья Колганова. Я из города Ульяновска. И с Джулией Пой я познакомилась благодаря интернету, поскольку мне переслали из администрации области ролик о нашем городе. Мне стало интересно быть, поскольку я нумерологией увлекаюсь давно, но это были другие школы. И когда я зашла на сайт Альвасара, то мне это вообще сразу как-то понравилось. Вот легло на душу. Как будто бы это моя стихия была, как будто я всегда в ней была. И понятно, я как только предоставилась возможность поездки в Москву, я совместила свою командировку с тем, чтобы попасть сегодня уже на очный семинар. Ну, до этого я еще книги купила от Джулии, созвонила с ней, когда будет лекция и прочее. Узнала, что есть вот такое белое облако, где можно прийти на лекцию. И сегодня, как говорится, вот те самые сакральные знания, которые, наверное, мне еще были недоступны. Уровень сакральных знаний, который мне был недоступен, он вдруг мне открылся. Я очень много поняла про себя, почему у меня такие видения, связанные с Римом, а я урожденная Романовой, у меня сегодня это легло, и почему вот эти все видения были связаны. Ну и вообще, как можно такой объем информации уложить в двухчасовую лекцию, я не представляю. Все четко, понятно, и главное, интересно, и хочется в мои 65 лет записаться в институт и получить еще очередное высшее образование. Вот что я хотела сказать. Добрый вечер. Меня зовут Скорикова Анастасия. Я прошла три ступени обучения в Центре Альвасар. Хочу выразить огромную благодарность Джули и Центру Альвасар за лекцию, за те знания, которые идут таким непрерывным, огромным потоком и в интернете, и на семинарах. Эти знания, которые мы получаем, которые нам дают, раскрывают такое широкое познание не только себя, как личности, но и в целом, да, мироздания, они, эти знания, помогают менять людям судьбы, оберегают от неправильных в жизни шагов, открывают новые горизонты, новые возможности людей, которые на самом деле были неуверены в себе или сомневались в выборе какого-то шага. Это настолько идет глубокое познание и помощь людям. Вот. Вот за это я выражаю от себя, от своих близких и от тех людей, которым уже давала консультации, огромную благодарность Джулии и Центру Альвасар. Спасибо большое. Меня зовут Марина. Я впервые на такой лекции, да, по астрологии, нумерологии вообще, нумерологии, да, если правильно, Джулию я слышала по видео, видела в Ютьюбе несколько лекций ее. Конечно, она меня впечатлила, но то, что сегодня она говорила, именно ныне сегодняшняя лекция, меня она, конечно, и удивила, и в то же время потрясла тем, что вся информация, которую она говорила, я как будто бы ее с детства, она легла на меня так, как будто я бы все это уже знала, да, от бабушки, от дедушки, про наших предков, пращуров, да, то есть вот все это, и сказок Пушкина, да, то, что вот она говорила сегодня, как нужно детей обучать, учить, это, конечно, все так, это действительно так, я рада, что бабушка с дедушкой вкладывали в меня вот это вот все наше славянское, да, все эти знания, и сейчас, живя уже за границей, видя, как неправильно преподают в школах информацию, ту же историческую, или вообще математику, я полностью с этим согласна, и у меня всегда был интерес, в принципе, к нумерологии, к этим знаниям, вот, и на сегодняшний день я прям для себя, вот, думаю, принимать решение или нет, ну, у меня такое возникло желание, да, пойти учиться, хотя метание есть, но желание очень сильное, и, конечно, я думаю, раз сюда я попала, я в случайности не верю, да, думаю, что такое ощущение, что мое предназначение идти вот по стопам Джулии, может, высокопарно сказано, ну, это факт, вот так меня впечатлила, если вот эта лекция. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин